Есть у тебя? Прямой репет. За что? Чтобы не фонило, просто сделай сразу же звук, выключу свой. Приветики, приветики. Сразу же, стандартно. А то потом буду тупить в записи со своим молчанием пятиминутным. Видно, слышно? Отпишитесь, пожалуйста. Чтобы я понимала, что я не сама с собой сегодня буду вести вебинар, мастер-класс. У меня просто сегодня новый штатив. Я надеюсь, что он у меня не улетит. Если вдруг будет падение, вы это заметите. Держится на соплях, надеюсь, что все будет нормально. Так, добрый день, добрый день. Всем приветики. Ну, хотя бы кто-нибудь напишите, слышно, видно, все хорошо. У меня здесь шумит холодильник. Сегодня я буду готовить на кухне. В прошлый раз был мастер-класс по декору в другом кабинете. Там печка не нужна была. Здесь придется немножечко под шум печки работать и холодильника. Так, все видно, слышно, да? Давайте присоединяйтесь. Сейчас еще немножечко буквально подождем. Сегодня тема эфира – это нарезные пирожные, особенности работы с ними. Поговорим в течение эфира полностью о всех моментах работы с этим видом десерта. Выгоды присутствия для тех, кто сегодня будет до конца. Мы отправим классную, яркую, красочную техпарту в нашем фирменном стиле. Вот так она будет выглядеть. С подробнейшим рецептом. То есть сейчас в процессе работы я буду вам подсказывать, сколько нужно грамм. Чего, каких ингредиентов, кстати, напишите, пожалуйста, сейчас, кто будет готовить вместе со мной. Тоже мне очень важно знать, потому что если вы будете готовить вместе, то я буду немножко помедленнее вам диктовать. Но в конце эфира будет, как обычно, ходовое слово. И потом мы отправим вот такую красочную техпарту. Немножечко она у меня уже запачкалась. Даже вот с фотографией самого десерта. Здесь полностью инвентарь, ингредиенты, весь процесс, вся технология. Это очень удобно. И вы ее можете себе распечатать и с ней потом дальше работать. Так, я, я, я буду прекрасно, здорово, замечательно. Ждем конца эфира, чтобы получить кодовое слово. Дальше, что еще мы сегодня будем делать с вами? Расскажу вам сегодня о программе первого потока. Потому что это у нас новый курс, какая будет стоимость, какие бонусы мы для вас приготовили. Сколько продлится эфир? Примерно часа два. Вы уже меня знаете, кто со мной давно. Я медленно, быстро не умею. Поэтому два часа точно мы с вами будем работать. Постараюсь побыстрее. И насчет записи эфира сразу же скажу, что мы постараемся ее сохранить. Но Инстаграм это рулетка. Если получится, то сохраняю. Если не получится, то тогда повезет тем, кто будет на эфире онлайн. Так что старайтесь быть в эфире. Ставьте огонечки, если готовы начинать. И потихонечку будем с вами стартовать. Я человек готовил. Ты уже посчитала? Мне сегодня помогает мама. Она там на заднем плане. Но я не буду показывать, иначе моя установка со штативом просто обрушится. У меня здесь все подготовлено. Я надеюсь, вы тоже заготовили весь инвентарь необходимый. Начнем мы работать с бисквитом. Еще раз повторю, что сегодня мы готовим с вами нарезное муссовое пирожное. Фантазия моя покинула меня, и назвать его я не смогла как-то оригинально. Поэтому апельсин и нектарин. Может быть у кого-то появятся какие-то еще интересные идеи. Пишите их обязательно. Будет интересно. Вот такую штуку мы с вами заготовим. Это то, что я готовила вчера. Я вам уже показывала. Те, кто спрашивал, подойдет ли форма ниже, чем 6 см. Здесь рамочка 18 см сторона и высота 6 см. Есть ряд рецептов на курсе, которые пирожные, в которых будут повыше. Здесь вот, чтобы вы понимали, немножечко примерно сантиметр от верха отступает готовое пирожное. Поэтому если у вас рамка 5-сантиметровой высоты, то в принципе будет нормально под самый верх. Но есть некоторые рецепты, где повыше. Поэтому я и предлагала вам, если нет 6 см, берите повыше. Кто-то покупал 10 см, 7 см и так далее. Вот. Ну, те, кто приобрел 5 см высоту, то будет в принципе нормально. Либо просто нужно будет пересчитать по коэффициенту. Вчера Вика в чат мастер-классов отправляла калькулятор расчета. Показывала, как пересчитать. Если у вас слишком широкая рамка, то, конечно же, ингредиентов нужно будет побольше. Иначе пирожное будет очень низким, плоским. Если рамочка сильно узкая, допустим, там, я не знаю, к примеру, 10 см у вас, вы нашли такую только рамку, то, конечно же, этот рецепт не подойдет. Его обязательно нужно будет пересчитать. Иначе все пирожное вылезет наружу. Нужно будет меньше ингредиентов, чтобы сохранить задуманный мною, задуманный мною высоту. Вот. А в конце эфира я также покажу, как оно извлекается. Для этого я вчера его и готовила. Как его резать тоже вам покажу. Вот. А пока мама сейчас все уберет. Мама в морозилку. Она просто стоит, фисташки ест. А 18 геометров можно, спрашиваете? А 18 и нужно, как раз таки. Так. Круглая. Ну, круглая, ну, как бы, если вы из них что потом нарежете? Круглую. Ну, в теории можно. У вас по большей части получится, наверное, не нарезное пирожное, а просто торт. Можно хоть какую форму, но идея изначально нарезного пирожного в виде прямоугольных вот таких вот полосочек, она как бы пропадает. Поэтому смотрите, конечно, сами. Но давайте все-таки следовать изначально технологии, которую я предлагаю, чтобы получить на выходе тот результат, который был изначально мной задуман. Кстати, вот здесь я также хотела вам показать, как я их храню нарезанные. Почему это очень удобно? Вообще, муссовые пирожные решают самые частые проблемы новичков. Тех, кто хочет попробовать себя в роли кондитера, но боится, боится тортов со сложным выравниванием, пропекутся ли там сложные бисквиты, не потекут ли начинки, как потом это все украшать с нарезными. Все проблемы отпадают, потому что вы заготовили вот такую вот рамочку, на которую уйдет, ну, максимум час, будем так говорить. У меня немножечко больше уходит, потому что я постоянно снимаю, показываю, какие-то вам делаю интерактивные видосики, поэтому уходит дольше времени. Но если трезво оценить ситуацию, готовить по техкарте минут 50, час у вас уйдет на одну рамку. Рамок можно готовить сразу же несколько. Если у вас их, вы купили несколько штук, можно сразу же замешивать несколько и бисквитов ставить в духовку. С ними, кстати, удобнее. Эти рамки, они квадратные, помещаются на противень их больше, чем, допустим, круглые. Их не очень удобно ставить. Кто работает, уже знает. Вот. И также потом вы их убрали в морозилку. До месяца они хранятся в морозилке, и вы их можете смело вытаскивать из морозилки, когда вам нужно, вот так вот нарезать. И если, к примеру, у вас заказали определенное количество штук разных видов, вы можете нарезать всю рамочку сразу же. То есть нельзя размораживать, замораживать несколько раз. Вы нарезали рамку, достали необходимое для вас количество. Остатки убрали вот в таких зип-пакетах. Мне еще повезло, у меня есть икеевские зип-пакетики. Вот. Они герметично здесь хранятся. Можно в пленку заворачивать, можно в герметичном контейнере хранить. Уже нарезанные. То есть вот вы достали их из морозилки, заглазировали, и у вас есть готовый продукт перед любыми праздниками, перед любыми событиями, когда есть большие спецзаказы. Какого-то сложного, бешеного декора здесь нет. Я уже показывала вам примеры украшений. Поэтому все очень просто. Можно не переживать. Все это замороженное, очень легко дефростируется, то есть размораживается. И можно любыми способами это все потом оформить в коробочке под тематические праздники, то есть на детские вечеринки, на Новый год и так далее. Это очень удобно. Мама, прошу обратно убрать. Показала вам сразу же. И таких у меня очень много. И некоторые хранятся в обычных коробках, обычных картонных. Но в идеале в каких-нибудь все-таки плотных контейнерах. Мне просто нужно было очень многое загружать. Пока я снимала курс, у меня больше 50 штук было приготовлено за несколько дней. Это все стояло в морозилке. Потом я периодически гастовала, глазировала и показывала вам варианты декора. Так, чтобы вас долго не томить, давайте начнем подготовить весь процесс бисквита. Буду тоже использовать техкарту, потому что знаю, что готовите со мной. На память я, конечно же, не помню, хоть у меня тут все и отвешено. Буду вам рассказывать. Для начала нам необходимо подготовить рамку для выпекания бисквита. Начнем мы с него. Сегодня спрашивали, можно ли заменить мак. Давайте так. Если у нас маковый бисквит, то мак мы заменить здесь ничем не можем. Не добавлять его совсем я не советую, потому что его достаточно много здесь. 12 грамм мака нам понадобится. И это определенный сухой ингредиент, который тоже решает определенный момент, чтобы тесто было гуще. Поэтому вы можете придумать свою технологию. Но это мой рецепт, соответственно, я вас прошу готовить по нему. Если еще какие-то виды муки мы можем заменить, объединить, смешать, то наполнители, которые выступают в роли основного ингредиента, давайте их оставлять. Итак, берем рамочку, она у нас без дна. Сейчас мы его создадим. Я использую силиконизированный пергамент. Покупаю их обычно в рулонах, либо в кондитерских магазинах, либо в магазинах одноразовой упаковки. Очень удобно. Этот рулон, не помню, сколько стоит, в районе 400 рублей. Но его хватает очень надолго. Почему я выпекаю с ним? Потому что не всегда фольга бывает качественной. Иногда бисквиты прилипают к фольге. Если у вас классная проверенная фольга, можно пропустить шаг с пергаментом, его не использовать. Но я уже обжигалась несколько раз. Вроде плотная фольга, и все равно бисквит прилипает. Поэтому кладем кусочек фольги. На него кладем лист силиконизированного пергамента, к которому 100% бисквит не прилипнет. И устанавливаем сверху рамочку. Далее поднимаем все края фольги с пергаментом. И у нас получается с вами основание у рамки, в которой мы будем выпекать бисквит. И сразу же ставьте на противень. Потому что если вы перельете сюда тесто, а потом поднимете рамку, то, скорее всего, фольга упадет, и все тесто у вас выльется. Поэтому, чтобы не забыть, не пропустить, если вдруг отвлечетесь, обязательно сделали основание плотненько, проверили, все держится вот таким вот образом. И сразу же ставим на противень. Потому что потом, когда будете распределять бисквит, вы уже будете понимать, что у вас все готово, можно наливать. Все, и сейчас будем готовить с вами тесто. Мам, знаешь, что забыла? Удлинитель. Принеси мне, пожалуйста. Так, все, отставили сразу же в сторону, чтобы не мешало. И приступаем к приготовлению теста. Здесь нам нужно минимум ингредиентов. Ингредиенты на самом деле доступны. Нам понадобится миндальная мука 90 грамм. Если вы не нашли миндальную муку, готовите, к примеру, с пшеничной, с какой-нибудь другой, вы можете намешать несколько видов муки. Я не советую использовать кукурузную муку, потому что она горчит. Да, пожалуйста. И с ней лучше готовить что-то из соленой выпечки. Также гречневая мука не подойдет. Можно использовать овсяную муку, можно использовать пшеничную, рисовую, миндальную. У меня здесь крупка миндальная. Чем она отличается от муки? Она более крупная, то есть сначала перемалывается, когда миндаль, получается такая, как пыльца, прям мука. Из нее в основном готовят макаронцы, что-то такое. Для бисквитов очень хорошо подходит крупка. Она гораздо дешевле. Например, мы закупаем вот арамону, если сравнивать по цене, то мука стоит в районе полутора тысяч, крупка в районе 800 рублей. Она единственное, что ее, возможно, нужно немножко больше. Поэтому, если у вас прям мелкого помола мука, возможно, вам сейчас понадобится поменьше, чем 90 грамм. У меня здесь крупки 90 грамм. Имейте это в виду. И также все сухие ингредиенты обычно мы просеиваем через сито, чтобы насытить кислородом их, чтобы тесто было потом, бисквит был воздушным. И обязательно, чтобы избавиться от лишних комочков, которые зачастую бывают в разных сухих ингредиентах. Миндальная именно крупка, она не просеивается через сито, ну, либо там надо какая-нибудь супер крупная сито, поэтому я не буду сейчас этот момент, я его пропущу. Если у вас мука, то можете просеять через сито. И смешиваем сейчас все сухие ингредиенты. 90 грамм миндальной муки нам понадобится. Дальше сюда у нас также уходит разрыхлитель 2 грамма и фит-парад. Сюда понадобится 4 грамма. Кстати, напишите, кто у нас готовит с сахаром. Есть ли такие у нас сейчас кондитеры, кто будет готовить с сахаром? Ну, либо не кондитеры, а начинающие кондитеры, либо те, кто хочет начать в кондитерстве себя попробовать. Так, ага, там обсуждение по декору. Напишите, пожалуйста, с сахаром кто-нибудь будет готовить или нет, потому что мы этот момент обсуждали, и мне сейчас очень интересно, будут ли такие девочки. То есть смешиваем разрыхлитель, муку и фит-парад. Смотрите, если вы готовите с сахаром, фит-парад у нас лаще сахара в 10 раз, поэтому давайте так будем делать. Я с сахаром пока рецепты вам не прописываю, но при этом, следуя обычной математике, нужно добавить в 10 раз больше сахара. Соответственно, у нас здесь идет 4 грамма фит-парада, то вам нужно добавить 40 грамм сахара. Предлагаю, ну не тесто, по крайней мере, но вот когда будете готовить мусс и верхнюю из нектаринов заливку, пробовать по вкусу. Возможно, вам будет не сладко, то добавлять этого ингредиента. Сейчас я говорю вам в граммах, сколько нужно фит-парада, вы уже, соответственно, умножайте и используйте столько сахара с помощью весов. Начинающая без сахара, сахзам весь в бисквит идет. Нет, конечно же, сахзам идет не весь в бисквит, я вам указала количество ингредиентов в целом на весь рецепт, поэтому внимательно меня слушайте, следите за тем, что я говорю, хоть я и быстро говорю, но постарайтесь, пожалуйста, улавливать информацию. Нам понадобится для бисквита 4 грамма фит-парада, потом нам еще он нужен будет для мусса и еще для верхушки он нам тоже будет нужен. Поэтому сейчас смешиваем разрыхлитель, фит-парад 4 грамма, миндальная мука 90 грамм, и если вы просеивали, то перемешиваем, дополнительно добавляем мак, который тоже не просеивается через сито, поэтому его просто добавляем отдельно, мака 12 грамм. Это я вам тоже говорила, я надеюсь, вы это все уже отвешивали заранее. И перемешиваем до однородной консистенции, чтобы все перемешалось. Следите, чтобы, если вы не просеиваете ингредиенты, чтобы от разрыхлителя не было комочков, потому что если эта история попадет потом на зуб, то будет очень неприятная ситуация. Все, перемешали, и сейчас необходимо, на этом этапе у вас уже должна разогреваться духовка. Я не включаю, потому что у меня профессиональный конвектомат, он очень быстро разогревает, чтобы он сейчас не шумел. Дойду до взбивания белка и потом его включу. Скорее всего, ваши духовки нужно уже включить до температуры 170 градусов. Выпекать будем бисквит при такой температуре. И сейчас отдельно нужно, отделяем белок от желтка. Белок мы будем взбивать миксером, а желток необходимо смешать с молоком. Желток перемешиваем с молоком, которого нужно 60 грамм. Я говорю все в граммах, уже много раз объясняла почему. Потому что на весах устанавливаем отметку граммы, и, соответственно, так удобнее. Потому что, не подумайте, что я сошла с ума и взвешиваю жидкости в граммах, но так удобнее именно на весах. Желток смешиваем с молоком, 60 миллилитров молока до однородности. В идеале использовать лопатку. Я тоже всегда советую с ними работать, потому что именно лопатки, они до конца очищают всю посуду, и нет потом такого вопроса. У меня не хватило какой-то там начинки для распределения, там еще что-нибудь. С ними работать очень удобно. И сразу же переливаем желток с молоком в сухую смесь. Перемешиваем, и, возможно, сразу же вам покажется, что масса жидковатая. Пока будем взбивать белок, она станет еще гуще. Перемешали до однородности, и можно отставить в сторону. Включите обязательно уже духовки, они должны у вас уже работать. Так, что у нас тут? Надеюсь, все успевают. Парада 4 грамма. Нет весов, это примерно сколько? В одной мерной ложке фитпар. А как вы без весов работаете? Мне интересно, как вы муку взвешиваете? Как вы будете взвешивать все остальное? Апельсины, например, весы. Это первоочередное, что нам необходимо. В нарезных пирожных в этом курсе очень круто то, что здесь нет какого-то суперсложного инвентаря. То есть мы рассказывали о том, что нужны буквально рамка, которую я сейчас показывала, и то можно варьировать размеры. Вы в процессе поймете, что мне, например, 18 см многовато. Я хочу поменьше рамочку, чтобы меньше было штук одного вкуса. Можно это сделать. Понадобится дополнительно вот такой вот кинжал ножик. Но это тоже, знаете, я советую, потому что я сравнила как с обычным ножом, как с таким ножом, и, естественно, идеальный результат получается с вот такой историей. Потому что какой бы нож у вас ни был острый, обычный кухонный, с ним получится неровно, потому что нужно вот так вот четко погрузить нож в мусс и нарезать его, чтобы не раскрошился бисквит, чтобы все края были ровные. Все остальные предметы инвентаря, как правило, они подразумеваются, потому что, скорее всего, у вас есть уже духовка. Ну, потому что любой кондитер, он работает, ну, если идет учиться, то я понимаю так, что, скорее всего, духовка есть. Холодильник, морозилка, там, миксер, погружной блендер – это все такой базовый, основной инвентарь, который, в принципе, он уже должен быть в любой семье, ну, на мой взгляд, даже, тем более, если есть дети. У меня, в принципе, блендер появился, когда появился ребенок, потому что все пюрешки, кашки, все вот это вот нужно было пробивать блендером, поэтому, ну, как бы, это основной такой базовый инвентарь. Ничего такого суперсложного нет. Единственное, что я предлагаю, если вы все-таки захотите идти на курс, если вы поймете, что, да, это моя тема, хочу развиваться, хочу попробовать себя, приобрести краскопульт. Но это тоже не обязательно, с ним просто получается более премиального вида десерты, пироженки. Вы наверняка уже видели у меня в сторис как-то красиво, поэтому это, конечно же, в идеале. Но не обязательно, если вы понимаете, что пока не готовы потратить на краскопульт в районе 2,5-3 тысяч, то можно попробовать начать работать с шоколадной глазурью, о которой я тоже буду говорить на курсе, и вы посмотрите, что, в принципе, это тоже реально. Вот тесто постепенно начинает загустевать, должна получиться такая кашица, оно не должно быть влажным. Дальше мы добавим туда взбитый белок. Сейчас нужно будет с помощью миксера взбить белок до устойчивых пиков и отправить в тесто. Сейчас я буду немножечко шуметь, пока буду взбивать, вы можете писать вопросики, задавать. Будем так с вами в процессе... Ой, мы уже не можем. Вебинар общаться, а? Помедленнее. Помедленнее? Помедленнее я записываю. На каком этапе помедленнее? Сори. Да, у меня немножечко, я таратурю, это моя проблема. Я взбиваю, я погружаю вельчики в белок и начинаю их взбивать. До устойчивых пиков. Хорошо, что получилось густое, мы его сейчас разбавим белком. Смешало. Так, ну давайте уж не сначала хотя бы. Если сильно густое, вы используете другую муку, если прям сильно получается густо, то как вариант можно добавить немножечко совсем молока, но сильно тоже не, как сказать, не перестарайтесь, потому что сейчас оно густое и возможно сейчас, когда добавите белок, оно как раз станет таким, каким нужно. Сейчас я включу духовку, а? Да, это можно убрать. Сейчас включу пока духовку. Так, все. Теперь необходимо добавить белок в тесто. Тут он один, поэтому можно в один подход. Вот, когда много белков я стараюсь добавлять в несколько этапов, здесь это не требуется. Вот так вот с помощью лопатки очищаем полностью миску и объединяем снизу-вверху такими движениями перемешиваем. Да, и у нас получается с вами маковое тесто. Если вы пока сомневаетесь, переживаете, получится, не получится, я уже говорила по поводу глазури, да, если не покупать краскопульт, я придумала много вариантов декора, в том числе на Новый год. Надеюсь, все видели, получилась бомбическая идея, коробочки именно новогодние, то есть можно также вдохновиться разными картинками из интернета. Я расскажу и покажу на курсе, какую, ну, поподробнее, как делала декор я. И это очень прикольно, потому что очень давно уже клиенты на Новый год слабо заказывают торты, их уже не удивишь, тем более есть торт. Это, ну, как бы уже тяжело, мне кажется, после основного застолья, а вот именно пирожные, эскимошки, вот все такие вот штучные какие-то виды десерта порционные, они всегда влет на такие праздники. И очень удобно, что вот в этой вот суете, когда Новый год, когда надо много всего там для себя готовить, и еще и на заказ, морозилка, это просто супер выход из ситуации. Вы можете брать и срочные заказы, вы можете брать штучные заказы, вы можете оптовые заказы брать. Это очень крутая идея. И вот что касается новогоднего декора, я его делала в шоколадной глазурью, поэтому если краскопульта не будет, то идеально можно их сделать глазурью, шоколадной, без краскопульта. Так, сейчас переливаем тесто в форму. Вот такое оно примерно получается. Вот смотрите, оно не сильно густое должно получиться, то есть если у вас прям очень густое, оно тоже пропечется. Все хорошо, здесь крепляющий элемент это яйцо. В любом случае оно у вас пропечется, но сильно жидким оно не должно быть, сильно густое, просто будет потом поплотнее у вас бисквит, поэтому не переживайте. И переливаем в форму сейчас, используя, конечно же, лопатку, это удобно. Собираем по стеночкам все остатки теста и переливаем в форму. Далее необходимо с помощью, оно начинает растекаться по форме и с помощью лопатки еще можно дополнительно его разровнять, чтобы бисквит был потом после выпекания ровненький, так как форма квадратная. Обязательно обращайте внимание, как вы распределяете любой слой, бисквит, начинку, верхушку, чтобы все у вас попадало в разные уголки и потом края были ровные. Прямо вот с помощью лопатки распределяем, подгоняем, скажем так, тесто в сам край и дополнительно еще можно немножечко противень потрясти, чтобы тесто лучше распределилось, потому что возможно где-то в серединке оно неровно распределится. Лопаткой помогли и потом еще дополнительно руками вот так вот, только не поднимайте, пожалуйста, форму, можно вот так вот взять противень и, ну если позволяет ширина противня, и придерживая саму форму, вот так вот подвигать. И, кстати, есть еще такое народное поверье, что если прокрутить форму вокруг своей оси, то бисквит не будет подниматься шапкой. Иногда так делают, признаюсь честно, не знаю, правда это или нет, но очень часто слышала. Многие спрашивают, что делать, если поднимается шапочка, шапочкой бисквит. Сделаем. Все, и в разогретую духовку минут на 20 ставим, возможно нужно поменьше времени. У меня в конвектомате вообще сейчас температура 150, но она отличается от обычной домашней и бытовой духовки на 20 градусов примерно, потому что там разгоняет воздух вентилятор. Если вы готовите на режиме конвекции, у вас, допустим, другого режима нет, то тоже делайте температуру градусов на 20 меньше. Но в конвектомате, как правило, вот эта проблема нароста шапки на бисквите, она чаще всего вероятна. Поэтому я уже приноровилась к своему другу, больше на самом деле люблю домашнюю духовку. Но если у вас такая же история, то имейте в виду, что температуру нужно просто снижать. Все, примерно на 20 минут вы поймете, что он начинает запекаться. Можно дополнительно зубочисткой его попробовать, проткнуть, либо пальчиком попробовать. Если он плотненький, не проваливается, то, соответственно, можно уже вытаскивать его из духовки. В процессе выпекания духовку не открываем. Мама, заперите, пожалуйста. Так, у всех получается, все успевают. Мне там просят рецепт повторить. Рецепт повторить? Так, ну сейчас, кстати, я забыла сказать, да, мне сегодня помогает наша Викуля, Тори, кто не знает. У Вики уже есть информация по рецепту. Ну и чтобы я не отвлекалась и не смотрела каждый вопрос, сколько грамм чего подожди мы догоняем, Викуля будет сегодня вам помогать. Вот, Тори кейк, наша красотка. Викуля, спасибо. Так, запись эфира мы постараемся сохранить, но я не могу вам обещать, это же инстаграм, это рулетка. Так, пока готовится бисквит. Вот смотрите, в плане простоты действий, то есть пока готовится бисквит, мы с вами готовим мусс. Когда будет стабилизироваться мусс, мы будем готовить верхушку, то есть все делается параллельно. Если сейчас даже уйдет чуть больше времени, это из-за моей болтовни. По факту, если у вас есть их карта, и вы все это делаете, все это очень просто, быстро и оперативно. Одно я тоже сказала, ну ладно. Так, готовим апельсиновый мусс. Мусс просто бомбический, придумывала его, уже не знала, чем вас и как удивить. Уже все сочетания вкусов, которые можно было придумать с ягодами и фруктами, мне кажется, я придумала. Но на ходу родилась эта идея, вспомнила про апельсин, вспомнила про шоколад и подумала, что будет очень вкусно. Я вчера показывала в сторис и писала, что апельсиновая облакусечка, ну реально так и есть. Это как, знаете, мороженое на натуральных сливках, по вкусу прям вот очень-очень вкусное. А поймете это, тогда завтра все разморозите. Сейчас нам нужно для... Я вас вчера просила подготовить мякоть апельсина 100 грамм. Сейчас по очереди буду вам диктовать, что нам нужно. Где моя техкарта? Так, только, пожалуйста, пожалуйста, имейте в виду, что есть ряд ингредиентов, которые я указывала общую массу. Как на прошлом вебинаре было, когда там бухнули сразу же 30 грамм фит-парада или еще чего-то, чтобы такого не было, следите за тем, что я говорю. Либо переспросите, если сомневаетесь, потому что, например, апельсиновый сок нужен не весь, спид-парад нужен не весь, чтобы не получилось потом очень сладко. Или очень жидко. Так, сначала нам нужно залить желатин водой. Мус мы будем готовить на основе желатина. Все мусы будем готовить на основе желатина, поэтому мы сейчас берем 11 грамм желатина. Я указала вам его силу 180 bloom. Блюм, кому как удобно. Я готовлю на таком желатине быстро растворимом. Он бывает разный. Он бывает листовой, он бывает порошковый, бывает быстро растворимый, гранулированный, то есть разный. Люблю быстро растворимый, потому что он заливается водой, набухает. После этого его ставим на плиту, растапливаем, не доводя до кипения, не кипятим точнее. И дальше используем уже в готовом десерте, рецепте. Если вы используете гранулированный, он такой крупненький, он отличается тем, что он просто крупный. То есть я сейчас вам покажу. Порошковый он прям очень-очень мелкий, вот такой вот. Похож на пектин, на агар-агар, чуть-чуть покрупнее. Он быстрее набухает, этим он мне и нравится. Гранулированный он такими прям гранулками идет. И его по рецептуре нужно работать с ним точно так же. Единственное, что когда вы заливаете его водой, он должен у вас стоять минут 40, а то и час, чтобы полностью вот эти вот крупинки растворились, набухли точнее. Если вы раньше времени, пока они набухнут, начнете растапливать на плите, все эти гранулки начнут прилипать к сотейнику, к миске. И возможно в процессе потом попадут вообще в десерт, не хватит силы желатина и просто десерт может у вас не схватиться, не стабилизироваться и так далее. Поэтому с гранулированным можно тоже работать, но это занимает дольше времени, меня это напрягает, поэтому я с ним не работаю. Если брать листовой желатин, он дороже, я его не использую, потому что в производстве обычно нужно его много, поэтому желатин, как правило, это не самый бюджетный продукт. Но в любом случае без него никак кондитером, но если брать листовой, кому-то удобнее работать с ним. Вы его точно так же взвешиваете по рецепту столько, сколько нужно, если у него такая сила, как в рецепте. И заливаете холодной водой, то есть там нет соотношения. В основном заливаем желатин в соотношении 1 к 5, 1 к 6. Давайте пока я говорю, сразу же залью его водой, то есть 11 грамм желатина и воды нам нужно 65 грамм. Заливаем, перемешиваем и можно в сторону отставить, пока он набухнет. Так вот, в листовом, в работе с листовым желатином нет такого соотношения, вы просто его залили холодной водой, он там сам себе плавает, растворяется. Потом его можно отжать и отправить уже в готовую начинку, в мусс и так далее, он там плавится. Я с ним не работаю, мне с ним неудобно работать, поэтому вы выбираете удобный вариант желатина для вас, мне нравится именно быстрорастворимый. Все, и сейчас он набухнет и можно будет с ним работать. Пока отставьте в сторону, 11 грамм желатина, заливаем 65 грамм воды. У кого сила желатина другая, например, 200-220, вот доктор Роткер, он по-моему 220 или вообще 240 идет. В чем будет разница? У вас все получится, если вы также 11 грамм добавите, все застынет, стабилизируется, но десерт будет такой, как прям резиновый. Соответственно, есть определенные таблички пересчета желатина, коэффициента, в зависимости от его силы, тоже отправляли в чат. Надеюсь, ознакомились те, у кого другой силы желатин, его просто нужно чуть меньше. Если не пересчитали, то, ну, можете примерно грамм 9-10 добавить, вот так вот. Ну, в идеале, конечно, четко соблюдать пропорции, потому что, если у вас сила желатина гораздо меньше, то потом может быть проблема, что десерт не схватится. Имейте это в виду и учитывайте этот момент. Все, пока он набухает, будем готовить делать следующие шаги. Так, есть ли 200? Ну, вот я надеюсь, что пересчитали все, у кого побольше, но добавьте чуть поменьше. Хотя можно оставить столько же, просто вы поймете разницу, возможно, вам просто не понравится, что слишком мусс будет плотный потом. Вот и все. Так, Викуля, спасибо большое, что помогаешь, чтобы я не отвлекалась. Так, сейчас нам понадобится апельсин. Я вчера попросила вас очистить от белых прожилок, вот чтобы он прям был такой, максимально без белых прожилок, только вот мякоть. Потому что иначе потом это может остаться в муссе, и когда будете нарезать, вот эти вот белые штуки будут тянуться, это будет не очень, они будут рвать мусс. Поэтому нужно в идеале очищать. Мякоть апельсина нужно 100 грамм. Сейчас сюда добавляем, сейчас я возьму стакан, лучше к стакане. А, да нет, пока. То есть, смотрите, добавляем в какую-нибудь глубокую емкость, так будет удобнее пробивать погруженным блендером мякоть апельсина. Добавляем сюда апельсиновый сок, 65 грамм, не налейте, пожалуйста, весь, потому что по рецепту всего нужно больше. Сейчас 65 грамм добавляем сока апельсина. Так, далее сюда же добавляем кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал 15 грамм нам нужно. Я надеюсь, вы все заранее отвешивали, потому что в идеале, конечно, мне называть просто ингредиент, а вы уже будете добавлять. Сюда же добавляем кукурузный крахмал и подсластитель. Фит-парады нам понадобится здесь 11 грамм. Соответственно, если вы используете сахар, то пересчитывайте в том варианте, как я вам озвучила. Можете попробовать с меньшего добавлять сахар, возможно, будет вам сладко, чтобы такого не было. Учитывайте этот момент. Так как крахмал начинает здесь схватываться, можно перемешать вот так дополнительно. Все будет такое неоднородное, неравномерное. И сейчас все пробьем по гружным блендерам. И фит-парад 11 грамм. Дополнительно я могу вам предложить добавить сюда еще оранжевый краситель. Совсем немножечко, потому что если не добавите, будет такая слегка легкий такой оранжевый оттенок, но можно добавить краситель уже на этом этапе. Прям буквально несколько капелек можно добавить. Он будет такой поярче, более оранжевый такой. И пробиваем по гружным блендерам. Так, фит-парад я не добавила. Добавляем и пробиваем. Сколько сахара? Смотрите, еще раз повторюсь. Фит-парад сладкий сахар в 10 раз. Соответственно, если у нас здесь 11 грамм фит-парада, в районе 100 грамм сахара вам нужно добавить. Учитывайте этот момент, но попробуйте добавить поменьше сахара, потому что, возможно, будет слишком сладко. Попробуйте начать с 50 грамм, чтобы получилось потом не слишком приторно. Сейчас важно, чтобы все вот эти кусочки апельсина, крахмал, чтобы все до однородности пробилось. И вот цвет получается более такой оранжевый, более насыщенный. Хотя апельсин даст тоже свой оттенок, но он будет не такой яркий. Сейчас эту массу необходимо перелить в сотейник. Так, мам, подай мне, пожалуйста, вот такую ковшичку, там вот, где под сытом. И будем проваривать на... Да, на плите. Так, вот. А, это мне еще панады, ладно, ты же пока сыты. Переливаем. У меня вот такую ковшичку, у вас, может, кастрюлька, это не важно. И так как там крахмал, он сейчас будет заогущать всю массу. Обязательно все рецепты, которые готовите на крахмале, помешивайте их постоянно, варите на слабом огне и постоянно их помешивайте, чтобы масса не пригорела. Потому что в один очень быстрый момент это все может случиться, и потом вся вот эта вот горелая штука попадет в сам десерт и придется это все переваривать. Сейчас отключу свою мега плиту, которая тоже шумит, но что поделать. Сразу же можете поставить на небольшой огонь и постоянно помешивая, для этого в идеале использовать, конечно же, лопатку. Варим до загустения. Загустение или загустевание, как правильно? Сколько апельсина? 100 грамм. Да, и варим сейчас до загустения. Вообще, вот этот вариант десерта, я очень долго думала, еще в отпуске, после курса по декору, чем бы таким вас еще удивить. Хотелось какую-то такую небольшую, но очень классную программу перед Новым годом придумать, потому что Новый год это самый пик продаж. День матери там в конце ноября, Новый год. И, конечно же, я вспомнила наш прошлый Новый год, когда я написала программу по эскимо у девчонок, и у меня в том числе. Этот десерт был просто нарасхват, я даже отказалась от тортов, потому что с ними реально возни дольше, времени уходит больше, выхлопа меньше. Поэтому я хотела сделать что-то такое порционное, которое готовится быстро, красиво на выходе и прикольно для клиентов. И еще есть высокой маржинальности, то есть, чтобы на этом еще и заработать можно было. И в том году я сделала похожий, ну не прям такой, конечно же, но близкий по составу к нарезным, которые сейчас будут, курс по эскимо, которые были просто нарасхват у всех девчонок. И это на самом деле такие мимимишные десерты, которые можно и для детских праздников готовить, как я уже сказала, и более нежные ко дню матери, и прикольные тематические на Новый год. В том году у нас были тигрята, оленята, было классно. Поэтому если вы начинающий кондитер, хотите себя попробовать и боитесь, что тортики вы не справитесь с ними, тем более перед праздниками такими глобальными, начинайте именно с этого курса. Здесь нужно минимум инвентаря, и вы поймете, что просто это очень легко. Вот сейчас мы будем готовить с вами, потом, конечно же, в спокойной обстановке, кто готовит не со мной, а будет готовить по техкарте, просто сейчас будет, сейчас просто слушает, наблюдает, вы поймете, что это все на самом деле очень легко. Тогда у вас будет перед глазами рецепт. На самом деле, девчонки молодцы, кто готовит со мной, очень часто не боятся смелые девочки, готовят сразу же, знают, что тяжело у нас лупость принимать, но при этом рискуют. Зато завтра у вас уже будет вкусненькое пирожное. Точнее, уже будет сегодня, может быть, уже даже ночью вы сможете его нарезать. Сейчас провариваем, постоянно вот так вот помешиваем, потому что прям крахмал может очень быстро в момент схватиться и пригореть, чтобы этого не произошло. Варим, масса должна быть очень густая, как пюрешка такая апельсиновая. Получается, у всех куплю весы. Да, вот и по весам это как бы такой, знаете, прям вот супер базовый инвентарь, который, ну, на приори должен у вас быть. И весы сейчас можно купить абсолютно в любом, даже небольшом супермаркете, мини-маркете, в спаре, в ленте, там еще где-то, в Ашане. Не обязательно даже в магазинах бытовой техники, они стоят, можно даже за 300 рублей купить весы. Единственное, что за 300, это будут, скорее всего, которые вот не электронные, а там, где вот эта вот штука, это не очень удобно, потому что мы работаем с рядом ингредиентов, таких как пектин, желатин, нагар, которые очень легкие, невесомые и лучше, конечно же, использовать электронные весы. Но электронные можно рублей за 500 купить. Если подороже, пофешенебельней, то вы можете купить их и за 1000, и за 2, естественно. У меня есть разные, у меня есть весы за 7000 профессиональные, они, правда, сломались, я никак до ремонта не довезу, но они прикольные, они взвешивают там до полуграмма, буквально, это прям классно. А так, основные мои, это вот Redmond обычные, ну и еще куча всяких разных тоже стоят. Иногда надо много под рукой, и то, и то взвешиваешь, поэтому у меня их несколько. Ценник у них разный, вот эти Redmond, они, по-моему, 1000 рублей стоят. Тесто должно быть жидкое, да, но жидкое, если будет как густая сметана, это не страшно, главное, не как вода. Пропечется в любом случае, там яйцо, оно все скрепит и все пропечется, возможно, чуть больше времени понадобится в духовке. И подождите с ним, вот я использую миндальную крупку, она медленнее набухает, то есть вот эта вот масса, когда мы сухие ингредиенты и молоко с желтком объединяем, она должна немножечко прям постоять, она набухает и становится погуще, поэтому не торопитесь сразу же объединить со взбитым белком, возможно, поймете, что поменялась текстура. Жидковатый, но я вот показала, какой он у меня, оно не густое прям, ну как сметана, не густая причем, стекает с лопатки. Если будет сильно густое, прям очень сильно густое, то лучше тогда добавить немножечко молока, совсем немножко. Сейчас у нас набухает желатин, сейчас мы провариваем апельсиновый такой заварной крем, очень прикольный, очень вкусный. Те, кто был на программе по муссовым эскимошкам, хочу вам сразу же сказать, что это совершенно другие рецептуры. И сейчас я, когда придумала вот этот вот нектарин, подумала, что надо было его в курс включать, слишком вкусное и слишком крутое оно получилось. Но хочу заметить, что все рецепты будут новые, это абсолютно другая технология. Поэтому те, кто был на эскимо, welcome, я вас жду для пополнения ассортиментом. И вообще это настолько универсальный курс, помимо того, что здесь нужно минимум инвентаря, помимо того, что здесь технологии, с которыми справиться даже, я бы сказала, что даже ребенок, потому что несложно. А здесь еще, что я хотела сказать, такая мысль у меня была хорошая. Сейчас, подождите, вспомню. Вспомню, скажу. Иногда бывает. Бисквит в духовку и все. Да. И все, а дальше, дальше готовим, дальше. Готовим дальше мусс, самый вкусный мусс. Ага. Ну вот на ваших брисе я не заказывала, если я их в магазине покупала. Я сейчас принципиально не добавляю огонь, потому что вот трахмал потихонечку начинает схватываться масса. Она может становиться такой рыхлой, неоднородной. Это нормально, потом она станет такой пуреобразной. За бисквитом тоже поглядываю. В принципе, там осталось, по-моему, 3 минутки. Сейчас пропищит мой нудный конвектомат 8 раз. Так, а здесь помешиваем. Если что, у меня просто дикая индукционная плита, которая, если чуть-чуть добавляешь огня, там просто все сгорает. Поэтому можно приподнимать вот так вот сотейник, кастрюльку и подмешивать, чтобы все это дело не прилипло. А, вот что я хотела сказать. Я вспомнила по поводу новичков. Когда вы думаете, вот с чего бы начать, казалось бы, кондитер, значит торты. Можно начать абсолютно хоть с чего. Здесь такой универсальный курс-трансформер, я бы его назвала, в котором есть разные технологии. Слово конвектомату. Сейчас он немножечко пошумит. 8. Что, дольше, что ли? Здесь есть разные технологии. То есть и примеры приготовления бисквита, и примеры приготовления мусса, и начинки. То есть с этой технологией вот этих муссовых нарезных пирожных вы, в принципе, можете потом готовить обычный торт. У вас будет технология работы с бисквитом. Вы можете готовить трайфлы. То есть вот этот мусс, который мы делаем, его можно заливать в креманке, в стаканчики, и дополнительно добавлять туда кусочки бисквита. Просто заливать разные вкусы мусса. Сверху можно это все оформлять начинкой, которую мы будем делать с нектаринами. То есть у вас уже несколько вариантов наполнения самого десерта, которые вы можете использовать, помимо нарезных пирожных, в разных вариантах подачи десертов. Это могут быть муссовые торты в том числе. Сейчас очень много на рынке разных красивых форм силиконовых, которые можно менять, и у вас просто завелюренный торт в виде облачка будет, потом, к примеру, в виде сердечка, и под разные тематические праздники. Все эти технологии можно использовать, применять. И по факту, вот даже для новичков, кто вообще никогда с этим всем не сталкивался, у вас уже крутейший просто, крутейшая ассортиментная линейка, с которой можно очень классно в том числе оформить и социальные сети, странички в инстаграме. Поэтому можете не переживать, что это какой-то там непонятный узконаправленный курс, и что я потом с ним буду делать, помимо того, что это просто вкусно. Нет, на самом деле я стараюсь всегда создавать рецепты таким образом, чтобы их можно было из них потом еще очень много всего дополнительно самостоятельно придумывать, усовершенствовать, трансформировать, и, соответственно, клиентам предлагать уже абсолютно разные идеи, разные вкусы, виды. То есть, казалось бы, 5 рецептов всего будет на курсе, но с вот этим у вас будет 6, но из этого можно сделать классную просто ассортиментную линейку, по-разному это все представить. При этом у нас бонусом, конечно же, для самых быстрых и шустрых будет работа с визуалом. Это просто классный модуль, который мы добавили в курсе по декору, и я несказанно этому рада, потому что я вижу результаты девочек, как у них сейчас получается оформлять свои странички, насколько премиальными стали их профили, это просто пушка. Смотрите, загустевает постепенно, вот такая масса получается очень яркая, аппетитная, ароматная, помешиваем, чтобы ничего не прилипло, и вот так вот постепенно она стабилизируется в сотейнике. Получается, у всех все успевают. Надеюсь, что это актераторик. Самое главное, помешивайте, и здесь ложка не очень вам поможет, потому что ложка не соберет все так со стеночек, и где-то потом может чего-то не хватить, чтобы этого не было. Самое крутое, что мне в них нравится, это, конечно же, заморозка, потому что я очень ценю время, и когда есть срочный заказ, можно открыть морозилку, достать ZIP-пакетик, и окунуть в шоколад. Покрыть велюром, и получается классно. Все, сейчас эту массу необходимо остудить. Можно еще, конечно, проварить подольше, но она даже вот в процессе, пока будет остывать, она немножко стабилизируется. Если вам нужно, допустим, время, и вы пока не можете по какой-то причине, к примеру, собирать сейчас десерт, мусс, и нужно, чтобы она постояла отдельно, накройте ее пленочкой в контакт. Что значит в контакт? Когда накрываете пакетиком и прям вот соприкасаете с самой начинкой, чтобы не попал конденсат, и там ничего лишнего туда не попало. Вот, и не покрылась, не покрылась начинка пленкой. Вот, ну а так вот, что получилось. Сейчас покажу вам. Вот такая заварная апельсиновая масса. Необходимо ее остудить, потому что потом ее нужно будет добавлять в мусс, чтобы со сливками взбитыми это все не расплавилось. Лучше ее остудить. Так, сейчас я достану бисквит, заодно проверим, что там с ним. А, нет, сначала мы знаете, что сделаем? Сейчас нужно растопить шоколад. На водяной бане, либо импульсно в микроволновке. У меня здесь уже подготовлено вот тот же ковшичек с водой и сам шоколад белый. У меня здесь томер, я его, честно говоря, ну уже не люблю. Потому что, чем дольше он хранится, возможно, от условий хранения тоже. На самом деле, лето было очень жаркое, мы закупали с девочками очень много упаковок. И вот он лежал, лежал. И сейчас он очень плохо плавится, но при этом плавится. То есть, если вы работаете и для глазури его используете, нужно добавлять большое количество какао-масла. Если для вот таких начинок, не критично, если он вдруг где-то у вас там будет густоватый, это все пробьем по гружным блендерам. Так, там до сих пор по бисквиту, да, спрашиваете? Ну ладно, давайте пока догонять. Сейчас я... Ну, подай мне мою супер варежку. Сейчас я достану одну. Так, вот я отвлеклась немножечко. Он у меня такой поджарился, но получился прикольный. Тотненький должен получиться. Сейчас покажу. Здесь уже его можно поднимать с противня. Вот. Ну, чуть-чуть поджарился. Ну, это издержки работы с конвектоматом. Честно говоря, не всегда он ровно пропекает. Я уже на минимум снижаю температуру. Все, сейчас его тоже отставляем. Лучше с противня его снимите, потому что он горячий и может дольше остывать. Нам нужно потом распределять мусс на полностью охлажденный бисквит. Все, сейчас отставляем в сторону. Готовность, вы поймете, он очень тоненький. Если вы пальчиком просто его потрогаете, он будет плотный. Если он прям проваливается у вас, то, соответственно, можно еще немножечко подержать его. Так, что там? Есть какие-нибудь вопросики? Шоколад у меня сейчас без сахара. Можно использовать абсолютно любой. Он без сахара, но он сладкий. Поэтому количество подсластителя здесь все равно используем столько, сколько по рецепту указано. Какой шоколад? Марка. Вы можете использовать любой. В том числе вы можете использовать и темный, горький, молочный шоколад, помимо белого. Потому что с апельсином, в принципе, сочетается любой вид шоколада. Будет прикольно. Единственное, что если это не белый шоколад, а темный краситель, здесь, конечно же, тогда смысла добавлять нет. Масса будет такая, слегка, ну, цвета кофейного такого, слегка шоколадного. По вкусу будет тоже прикольно. Вкус будет другой, сразу же скажу, потому что шоколад по вкусу темный, он сам по себе другой. С белым будет просто как мороженое, сразу же предупреждаю, будет вкусненько. Поэтому можете использовать даже плитку любую, без начинки, главное, без наполнительной, без орешков, без всяких там ягодок, просто вот шоколад. Сейчас необходимо его импульсами растопить, туда не должна попасть вода, потому что, когда попадает вода, он может свернуться. Но, в принципе, я просто так всегда говорю, чтобы это уже вот у вас застолбилось в голове, особенно при работе с глазировкой, виски морщик, нарезных и так далее, либо при темперировании шоколадом. В данном случае, даже если что-то где-то пройдет не так, то это было блендером пробьем, но самое главное, чтобы он не пригорел. Для этого, либо вы в микроволновке, хотела сказать в посудомойке, в микроволновке его импульсно растапливаете, буквально там 10-15 секунд открываете дверцу, перемешиваете и обратно ставите. Я такой способ люблю не очень, ну, во-первых, у меня здесь нет микроволновки, но когда дома я это делаю, мне это неудобно, потому что там можно не уследить волны, естественно, они неравномерно там распределяются, и он в момент может просто пригореть. Потом его уже будет использовать не очень. Лучше я либо на водяной бане, можно прям подогреть воду на максимум, оставить на плите, помешивать, либо прям вот уже с горячей водой снять и вот дождаться его растворения, полного растопления, скажем так. То есть не обязательно все время держать на плите. Подогрели, он у вас немножечко стал теплый, он начнет плавиться. Можно снять даже вот водяную баню с плиты и также помешивая его растопить. Мне понадобится чуть больше времени, потому что у меня томер, ну, я уже говорила, что он топится, я вот даже уже нам мелкие кусочки поразламывала. Главное, не обожгитесь, потому что может из-под вот этого сотейника выступать пар, и если вторая мисочка маленькая, можно обжечь руки осторожнее. Я регулирую температуру, чтобы не сильно пар фигачил у меня здесь. Можно дополнительно вот взять какую-нибудь салфеточку. Он начнет плавиться, и прям до однородности это в идеале. Но если прям понимаете, что никак, то пробить можно блендером, но в любом случае подтопить его нужно. Потому что если вы начнете вот в сухом виде шоколад добавлять, все равно блендер оставит какие-то потом крупинки, будет не очень. Так, вопросики, вопросики. Что с духовкой после бисквита? Да-да-да, духовку все выключаем, она нам больше не понадобится. Викуля, ты вообще просто пушка-ракета, я тебя очень сильно благодарю. Я могу просто говорить. Так, растапливаем шоколад. У нас там набухает желатин, у нас здесь остывает апельсиновая начинка, и растапливается потихонечку шоколад. В том году, когда как раз я писала курс по эскимошкам, было очень много заказов на день матери, на порционные, именно на порционные десерты. То есть я ушла от тортов, потому что я понимала, что чтобы мне обеспечить клиентам заказы тортов, даже трех, к примеру, мне понадобится несколько дней. Я сделаю всего, к примеру, три тортика, и устану сильнее, чем я приготовлю, к примеру, несколько десятков штук эскимошек, поэтому я ушла в это. И мне это понравилось, потому что сам процесс декорирования, он настолько увлекательный, вы можете создавать вообще абсолютно любые декоры, причем простые. Можно использовать посыпки, можно использовать растопленный шоколад, можно, если работать умеете с шоколадом, темперировать его, делать разные фигурки, перочки, лепесточки, цветочки и так далее. Все, что угодно. Это очень затягивает, увлекает. Можно насмотреться еще дополнительно идеи в интернете и создавать свои варианты декора. Это очень прикольно. Поэтому идея меня это очень сильно захватила. Я подумала, надо что-то такое же делать. У нас был еще один вариант курса, но не буду пока говорить, какой. Мы решили его пока отложить и остановились именно на нарезных. Я сейчас очень рада, потому что все десерты, которые у меня... Куда вы деваете десерты? У меня их все... Че смотришь? Мама так поглядывает. Каждый раз приношу... О, голубенький мой любимый цвет! О, это что за травка на десертах? Это, конечно, прикольно. Каждый раз, вроде бы, даже одинаковая начинка, а уже десерт выглядит по-новому. Можно даже, кстати, делать кэнди-бары. То есть у вас заказывают, к примеру, на свадьбу тортик. И дополнительно раньше там делали капкейки вот эти вот. И когда я его там ешь, у тебя все лицо вот там крем-чизи, потом с этими саженными штуками. Здесь прикольно. Можно, знаете, даже как делать. Я почему использовала рамку 18 на 18? Их удобно резать на 5 штук. Они получаются тонкими и длинными вровень с подложкой, которая идет для эклеров. Очень удобно, допустим, на них выкладывать, на такие подложечки. Либо можно, к примеру, для кэнди-бара еще напополам разрезать. Можно дополнительно... То есть вы, представьте, вам заказали, к примеру, торт и дополнительно там штук 40 вот таких пироженок умножьте. Даже если по оптовой цене, рублей там вы по 200 их поставите, сколько вы дополнительно заработаете. И это гораздо круче можно сделать тематически, потому что на капкейк что вы положите? Либо там на кейк-попс что вы, там ленточку можно завязать, ну, там посыпкой какой-нибудь посыпать максимум. А здесь можно обыгрывать именно тематически всю эту историю, и будет очень прикольно. Также дополнительно можно делать вот такие, как, типа, комплименты. То есть тоже прикольно, когда вы, к примеру, храните в заморозке пироженки, у вас заказали какой-нибудь оптовый заказ. Да, либо не оптовый, просто обычно вы можете разморозить по, там, одно даже пирожное, к примеру, ну, либо два. У вас там несколько заказов нарезать, оформить их быстренько. И клиенту в виде комплимента подарить еще вот такую вот пироженку в себестоимости. Это будет, там, рублей 30 у вас стоит. А насколько будет приятно клиенту, он попробует. И потом еще есть вероятность, что, конечно же, вернется к вам за заказом. Это ваш сервис и забота о клиенте, соответственно. Так, я растапливаю шоколад. Все уже, наверное, растопили, да, пока я с томером вожусь? Кодовое слово будет, да, в конце эфира, как обычно. Не торопите меня, пожалуйста, а то я сейчас вам скажу быстрее, чем надо. Шоколад густо плавится. Да, я согласна, особенно Томер, мне тут опять вышла на меня, менеджер предлагала закупку. Мы делали несколько раз закупку, 11 килограмм коробки покупали. И вот он первое время еще плавится хорошо. А потом, когда постоит, не знаю, многие писали, что тоже такая проблема, очень долго топится. Вот он топится, он, да, вот такой вот. То есть, если просто в таком виде его глазировать им, к примеру, эскимошки, там, нарезные, то, конечно же, все это у вас расслоится, будет очень густо и прям вот непрезентабельно. Поэтому в него добавляем прям максимум какао-масла. В данном случае это не обязательно, потому что сейчас-то все пробью погружным блендером. Вот, ну, вот смотрите, вот этот Томер, поэтому с ним вот такая история, остаются крупинки. Я вам сейчас покажу. В данном случае это нормально, здесь все пробьется погружным блендером. Вот так вот, какие-то кусочки остаются. Видите, как он стекает? Вот это значит сползает с лопатки, то есть точно так же при глазировке он будет сползать, если вы в таком виде будете глазировать эскимо, либо нарезные пирожные. Для этого мы разбавляем его какао-маслом. Кто-то использует растительное масло, у него дополнительный запах, мне не нравится. Поэтому кто-то виноградное использует. Поделитесь, может быть, еще какие-то варианты масла есть, которые вы добавляете, и нормально можно потом глазировать вот эти порционные десерты. Вот, потому что сейчас ничего страшного, оставляем так, а вот в процессе работы с глазировкой, конечно же, этого нужно избежать. Вот это называется сползает. Стекает, когда он жиденьким таким слоем, спокойненько, с лопатки у вас растворенный капает. Так, давайте, возвращайтесь. Где все? Просто человек вернусь. Все, шоколад готов, апельсин готов. Дальше желатин, сейчас будем с ним работать. Желатин сейчас уже набух. Давайте, жду вас. Кто еще делает, пишите, на каком этапе. А при добавлении масла шоколад будет хрустеть. Шоколад в любом случае будет хрустеть, потому что в самом шоколаде уже содержится какао-масло. И почему я предлагаю использовать в работе с ним именно какао-масло, потому что, в принципе, шоколад из него состоит, изготовлен. Поэтому он и какао-масло пахнет прям вот шоколадом. Наиболее близкий такой ингредиент. Ну, для экономии кто-то использует другие виды масла. Может быть, кто-то поделится и расскажет такие оптимальные варианты. Вот, хрустеть он будет в любом случае. Муку можно заказать через вас? Муку можно через вас заказать. Сейчас. В любом случае, чем жиже будет у вас шоколадная масса, тем более тонкий слой будет уже в готовом продукте. В данном случае нам нужен тонкий слой, потому что все-таки это высокая пироженка. Если вы ее вилочкой будете прокалывать, нужно, чтобы шоколад очень легко, точнее, вилка легко проходила сквозь само пирожное. Здесь нужен тонкий слой. Сейчас набухший желатин, вот так вот он набухает, вот так вот собирается в такой комочек. Гранулки все разбухли. И сейчас я ставлю на плиту, прям на слабый огонь. Самое главное, не кипятим. Даже если довели до кипения, быстренько убирайте. Есть споры до сих пор, можно ли кипятить, нельзя кипятить. Ну, блин, я по старинке не кипячу, чтобы сила желатина не исчезла. Поэтому на слабом огне ставим на плиту и растворяем. Он должен получиться жиденький, такой, как кисель, короче говоря. Все сделала, жду дальше. Молодцы какие, умнички. Умнички, девочки. Еще раз повторюсь, у нас есть растопленный шоколад. Кстати, есть те, кто готовит с темным шоколадом. Напишите, пожалуйста, мне. Я не пробовала готовить, но уже имея определенный опыт работы с разными ингредиентами, я, естественно, понимаю, что это будет вкусно. Но я не пробовала. И мне интересно, если кто-то готовит, напишите. Очень буду ждать результат, ваши отзывы, как получится по вкусу мусс с темным, молочным, либо горьким шоколадом. Отлично. Отлично. Тогда здесь оранжевый краситель просто не нужен будет. Я выбрала самые-самые популярные вкусы. Почему мы делали еще опрос дополнительно, какие вкусы стоит добавить. Очень интересно было. Но по факту реально клиенты настолько консервативны, что заказывают в основном одно и то же. Сникерс, клубничка, бананчик, какой-нибудь кокосик. И мы решили вот именно на таких вкусах базовых остановиться. Я не стала использовать дополнительно фисташки, базилик, какие-то еще маракуйи. Максимум из заморских ингредиентов это будет манго. Но в принципе сейчас даже есть детское пюре с манго, поэтому просто это очень вкусно. И с манго, ну такое тоже довольно-таки часто заказываемые десерты, торты я решила оставить. Все остальное в ближайших супермаркетах можно найти. Ананасы будут, там их буквально немного нужно, но их можно использовать как консервированные, так и замороженные. Сейчас уже тоже везде продаются, они недорогие. И я постаралась сделать таким образом рецептуры, чтобы даже те, кто все-таки не планирует уходить в тему ПП и планирует работать с более классическим ассортиментом, не боялись таких ингредиентов как псиллиум, там что у нас еще есть такое, что вот, ну не знаю, инулин, еще какие-то товары, ингредиенты, которые могут напугать обычных кондитеров. Поэтому этот курс, конечно же, подойдет для всех и можно не переживать, что вы не найдете. Вся продукция, она продается в ближайших супермаркетах, те же ягодки, те же фрукты, можно детские пюрешки использовать. И в том числе это делала и для того, чтобы себестоимость этих пирожных была адекватной. Поэтому у них действительно низкая себестоимость, там разные, конечно, цены, но в районе от 50 рублей до максимум 70, это, по-моему, с малиной 70. Так, мам, знаешь, что надо? Стокан глубокий. Вот, поэтому для новичков это идеальный вариант стартануть прям вот с нуля, с минимумом инвентаря, с бюджетными ингредиентами. Если вы даже боитесь миндальную муку, то вы можете, в общем-то, использовать другие виды муки. Единственное, что нужно в процессе работы, смотреть на консистенцию теста. Вот сегодня вы поймете, если кто-то использовал другую муку, завтра поделитесь, либо даже сегодня уже сможете рассказать, какие получились бисквиты и какую вы муку использовали. Так, сейчас, смотрите, можно в стакане смешать, ну, мне удобнее в глубокой емкости, апельсиновое пюре, которое уже стабилизировалось, растопленный желатин и растопленный шоколад. Все смешиваем и пробиваем погружным блендером. Прям до однородной массы. Прям хорошенечко собирайте все со стеночек, видите, как лопаткой удобно, она все до остаточка собирает. Все успевают, я надеюсь. Мама, как там настроение в чате? Да нормально. Нормальное настроение. Мама следит за вами. Я немного зависала, но сейчас получилось. Зависала. Так, то есть смешиваем адын, потом смешиваем шоколад растопленный. Кипятить нельзя, теряющаяся силы. Да, не советую. Хотя, знаете, есть споры, что это все ерунда. Но я не играю с огнем, по старинке не кипячу. Но если вдруг довели до кипения, бывает у меня индукционная плита, она не просто ставишь, и сразу же включается высокая температура. И он начинает сразу же вскипать. Я поднимаю емкость с ним, миску, перемешиваю, убавляю огонь и, соответственно, дальше его растапливаю. Холодильник мне прям помогает. Такой шумный. Кто-то пишет, что виснет все. Виснет все? Ну, кого-то. Ну, наверное, у меня здесь, в принципе, с Wi-Fi все хорошо. У меня роутер стоит рядом, поэтому, скорее всего, у вас, возможно, вступит либо VPN, либо что-то с интернетом, с Wi-Fi. Так, все. Отправляем сюда. Да, то есть здесь у нас сейчас апельсин, шоколад и растопленный желатин сюда же. Сейчас, пока еще надо будет. Сколько брали шоколада? 100 грамм шоколада нам нужно. И растопленный желатин. Следите за тем, чтобы вот когда вы его растапливаете, на стеночках не оставалось гранул. И в процессе того, когда вы его топите, прям вот так вот проходите по стеночкам ложкой, чтобы он объединился с общей массой. И вот так вот проверяем. Можно даже дополнительно через небольшое сито процеживать уже сам готовый десерт. Итак, объединили растопленный шоколад, растопленный желатин и апельсиновое пюре в глубокой какой-нибудь емкости. И пробили погружным блендером до однородности. С виду может показаться, что это странная масса, но... Такая пушка. Так, пробиваем. Сейчас пошумлю чуть-чуть. А если шоколада 90? Нет, не критично, ничего страшного. Будет не слишком шоколадно. Здесь есть шоколад. И вот и вот и так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям постарайтесь хорошенечко пробить массу, чтобы со стеночек все собрать, потому что шоколад густой и может где-то остаться на стенках. Можно даже остановить блендер, потом еще раз все собрать со стенок, перемешать и снова пробить. Все, когда масса будет однородная, блендер уже наладом дышит. Сломалась кнопочка. Очищайте хорошо всегда весь инвентарь, потому что зачастую здесь остается начинка, чтобы не было такого, что мне не хватило по рецепту. Казалось бы, тут какие-нибудь 10-15 грамм здесь, там, и вот у вас уже получается, что не хватило. Но в данном случае вообще проблем нет, потому что это когда вот мы делали эскимо, там были определенные формы 90 миллилитров, 100 миллилитров, где нужно было, чтобы все поместилось, чтобы они определенного были каждого размера. Здесь даже если чего-то у вас не хватит где-то меньше, там больше мусора сделаете, рамка предполагает собой большую такую площадь, да, и вы, соответственно, не заметите даже этого момента. Форма для бисквита. Так, если вы только на этапе какая нужна форма, то тогда вам лучше уже смотреть запись, если, надеюсь, ну первая часть сохранилась, либо потом обратиться в наш чат мастер-классов, где мы постараемся. Мама облизывает блендер и говорит, ммм, вкусненько. Мама кадр. Вот так перемешали, все собрали, еще масса тепленькая, сейчас она пусть постоит, но пока перейдем к взбиванию сливок, как раз она остынет. Так, мама вылизывает блендер, сливки неси давай. Так, сейчас нужно будет взбить сливки. Так, все ингредиенты, ага, merci beaucoup. Здесь у меня охлажденные сливки. Сливки используем не ниже 33%, они так и называются сливки для взбивания. Мам, дай мне там шпачку сливок, пожалуйста, она там слева стоит черная. Есть разные марки, абсолютно, смотрите, 33% для взбивания. Но бывают частенько нарекания на какие-то определенные бренды. Я пока еще ни разу не сталкивалась с проблемами, что где-то что-то у меня не взбивалось. Вот последние разы я использую пэтмол, также Чудское озеро, Село Зеленое, Пармалат, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, короче говоря, разные варианты есть сливок, мам, и венчики, пожалуйста, дай, вот эти вот. Поэтому, смотрите, такие у вас есть в магазине, но самое главное, они должны быть жирные. И в идеале их взбивать прямо вот из холодильника. Можно даже ненадолго поставить емкость, в которую вы будете взбивать, в морозилку, охладить даже венчики. Чем холоднее будут сливки, тем быстрее пойдет процесс взбивания. Сейчас мы взбиваем сливки, затем объединяем обе массы. Прям можно в массу со взбитыми сливками добавить вот эту вот вкуснейшую нашу, наш наполнитель апельсино-шоколадный, апельсиново-шоколадный. Да, и будет очень крутой мусс. Все успеваете. А, сколько сливок, сори. Ну, там сливки в одном только варианте. Да, 240 грамм сливок, простите, что я не сказала. У меня-то уже все отвешено, у вас-то нет, я забыла. Ну, извините. Мне просто приходится контролировать сразу же несколько процессов. Так, сейчас можно на высоких оборотах, то есть чем больше будут обороты, тем, соответственно, быстрее у вас все взобьется. Чем будет уже сама емкость, тем тоже быстрее взобьется. У меня достаточно широкая, поэтому придется немножечко подольше. Как вариант, можно в планетарнике взбивать, если хотите параллельно делать несколько процессов. Все, и взбиваем. Сейчас будет шуметь. Что за помада? Я вот специально ее уже сфоткала, потому что я видела вопросы уже в сторис, мне писали. Какой-то диваж, не знаю, покажу потом, отправлю в сторис. Меня уже спрашивают, что за помада. Сливки с сахаром без, без, смотрите, мы сахар уже добавили на этапе работы с водкой, нашим наполнителем. Соответственно, здесь просто взбиваем сливки. Вообще можно заниматься только нарезными пироженами. Зачастую бывает, что кондитеры уходят в определенную нишу узкую и очень круто на ней зарабатывают. Потому что даже из такой, казалось бы, узкой направленности можно, как я уже сказала, сделать массу вариантов разнообразной подачи к разным праздникам. Можно делать крутейший контент, фотографировать, снимать, залипательные видосы. Потому что все-таки это мусс, и представляете, когда вы погружаете в него вилочку, в такой вот нежный, ласковый мусс, апельсиновая облакосечка, вам стыд уже облизуется. Если есть вопросики, пишите. Да, единственное, что разлетается в широкой емкости, и здесь нужно побольше времени для того, чтобы вбить в широкой емкости. Пока не взобьете, вот сейчас проверим, сколько. Они должны стать очень густыми, ну, как это называют в меренгии, до птичьего клюва. Кабышу я встала в чат, можете посмотреть в чате мастер-классов. Я сейчас... А, нет, помню, сейчас я посмотрю. Катюха, привет! Привет! Пока белая жижа не превратится во лакусечку. Да, у меня пока жижа, но уже загустевает. Загустевает. Чем холоднее будут слитки, холодная посуда, холодные венчики, тем будет быстрее результат. С более мощным миксером, конечно, это все пошло побыстрее, с планетарником, возможно, даже быстрее. Но сейчас мне загромождать тут пространство просто не хотелось. Первая часть я уже сохранила в сторис, поэтому если какие-то трочные вопросы, пишите сюда. Если сейчас не готовите, то потом вернемся к просмотру. Так, кто там? Что там против веки у нас? Ну-ка. Не, наоборот, спрашиваю, кто в вашей станции представит. Я-ка представила. А, да, Дикуля у нас из Тургута, наша помощница моя. Смотрите, уже загустевает. Ну, лучше побольше взбивайте прям до устойчивых таких пиков. Сейчас покажу. То есть можно еще побольше, но, в принципе, достаточно. Он даже не подхватывается сейчас. Вот, вот так получается взбитые классные сливки, как мороженка. Очень-очень вкусно сейчас будет, когда мы добавим туда апельсиновую начинку. Так, и сейчас что мы делаем? Если у вас емкость позволяет... Я почему взбиваю в широком стакане, вот в такой чашке? Не помню, от чего она была. По-моему, я ее отдельно покупала. Удобно сюда добавлять вот эту наполнитель и тут же продолжать взбивать. Если емкость не позволяет, узкий, допустим, стакан, чтобы через верх все не полезло, то в какой-нибудь другой дополнительной посуде, если вы будете лопаткой объединять, есть вероятность, что не до конца хорошо объединиться, останутся какие-нибудь комочки от сливок. Также есть в этом вероятность, пока вы долго это все будете вымешивать. Здесь у нас желатин. Не забывайте, масса, конечно же, с холодным продуктом она начнет схватываться. И чтобы процесс у вас вот этот вот весь не пошел наперекосяк, нужно работать быстро. Здесь до однородности поможет все взбить именно миксер. Перемешали еще раз вот эту вот апельсиновую массу. И прям вот не боимся, добавляем вот так вот полностью во взбитые сливки. И дальше на таких, ну, средних, я бы сказала, оборотах объединяем всю массу. Получится у нас апельсиново-шоколадный мусс, который мы будем распределять на остывшем бисквите. К этому времени бисквит как раз уже должен остыть. Я сейчас прям проверю при вас. Да, он уже абсолютно холодный, потому что он тоненький и с ним уже можно работать. Самое главное, поставьте, несмотря на то, что он плотно присоединен сейчас к стенкам, мы его не отделяем, лучше все-таки, и закреплен здесь еще дополнительно фольгой, мы это все так и оставляем, лучше поставьте его дополнительно на доску. Мам, подай мне небольшую, маленькую вот эту доску. Прям на доску ставим и с этой доской потом будем переносить в морозилку. Вот так поставили сразу же, и пока отставили в сторону, быстренько взбиваем сливки с апельсиновой начинкой. Необходимо объединить их до однородной консистенции. Если чувствуете, что где-то проглядели, там, не знаю, отвлеклись, и у вас крупиночки, можно добавить обороты, чтобы все их разбить. И дополнительно еще берем лопатку, и лопаткой со стенок собираем вот таким образом весь мусс, потому что там могут быть сливки, которые не захватил блендер в процессе перемешивания. И не забываем, что сливки холодные, начинка на желатине, и сейчас она начнет уже схватываться. Сразу же переливаем на бисквит, разравниваем. Можно слегка пошевелить форму. Так, все это можно убирать. Все, сейчас на доске стоит форма с бисквитом, и сюда прям полностью распределяем, выливаем мусс. Нежная апельсиновая облакусечка. А на курсе у нас будет с вами суперская ванильная облакусечка. Я наконец-то сделала рецепт первый, у меня еще не было, с ванильной пастой, со стручками ванили рецептов. Это просто мега пушка-ракета. Получилась такая бомба в сочетании с малиной. И вот этими небольшими прям кусочками ванили, прям настоящие, это просто пушка. Ну, Сникерс, понятно, там шоколад. Почему я его решила оставить? Я долго не хотела, но все голосовали за Сникерс. И вот так вот распределяем, прям вот так можно подвигать, чтобы по всем краям, в уголочке мусс распределился ровненько. Если где-то какие-то у вас там получились, не знаю, пузырьки, почему-то у меня сейчас получились, не знаю, до этого не было. Видимо, долго взбивала. Тут можно их проснуть лопаткой и еще раз вот так прокрутить форму, вот так прям подвигать, чтобы мусс хорошо распределился. У меня камера вместе с моим муссом двигается. Так, из формы не доставать, кого, бисквит? Нет, не доставай. Мама, открой сейчас морозилку. Я могу тебе доверить? Донести. Вот аккуратно нести. Аккуратно нести? Донести. У меня было один раз, что я упала. Такого не было, несите аккуратно в морозилку, вот ровненько снизу. Ровненько, не споткнись, пожалуйста. Все, и пока сейчас это все стабилизируется, дальше готовим нектариновый слой. Важно, чтобы мусс очень хорошо схватился, он не замерз прям в камень, но стабилизировался, чтобы он прям пружинил. Потому что дальше будем работать тоже с жидкой начинкой, которая будет на грани горячей, такой теплой. И чтобы все это не объединилось, я сейчас расскажу варианты работы. Ничего страшного. Так, мусс жидковат, нормальный. Это да, он в принципе должен быть такой. То есть если желатин, нормальное количество желатина, нормально его растопили, он у вас набух, то все будет хорошо. Так, надеюсь, все успеваете. У всех все получается. Дальше мы готовим. Мы готовим нектариновое компоте. Если у вас нет нектаринов, вы можете использовать персики, либо абрикос. Либо в теории вы можете все что угодно использовать. Потому что сейчас начнется. Чем заменить нектариновый десерт в нем нектарин, маковый бисквит в нем мак и так далее. Любители замен. Я все-таки предлагаю не отходить от техкарты. Но на это похожие нектарины, абрикосы, персики, все что угодно. Тем более сейчас сезон. Сейчас необходимо 200 грамм фруктов нарезать на маленькие-маленькие кубики. Почему на маленькие? Потому что чем мельче будут кубики, тем в процессе разрезания потом они не будут рвать сам мусс, будут равномерно нарезаться на порционные пирожные. Поэтому сначала удаляем косточку и прям мелкими такими квадратиками, кубиками нарезаем. А, кто там тупит? Кто тупит? Ну, без доски хотели поставить. А, я предупреждала. Ну ладно, если там еще можно попробовать, но все равно, если мусс тяжелый, есть вероятность, что бисквит выпадет, просто оторвется от стенок и выпадет. Поэтому нужна поверхность, которая как раз-таки спасет его от этой всей неприятной истории. Все, и сейчас просто хаотично, в произвольном порядке нарезаем на небольшие кубики. Можно прям сначала вдоль, поперек, как вам, как вашей душе угодно. Почему сливки свернулись? Сливки свернулись. Что значит свернулись? А что значит свернулись? Не совсем поняла. Возможно, уже слишком сильно остыл, либо желатин, у вас желатиновая масса. Не совсем понимаю, что значит свернулись. В комочки собрались, либо что? Можно попробовать сейчас, ну просто в моем понимании свернулись, это когда прокисшие сливки, они прям вот расслаиваются, и прям на такие как бы лохмотье отделяются такие прожилки. Вот это свернулись, когда молоко кислое добавляется, допустим, в чай или кофе, и вот получается такое. Здесь, не знаю, ну либо не свежий продукт, либо это не свернулись, а просто начал схватываться желатин, поэтому нужно миксером пробить на более высоких оборотах всю массу. Когда взбивалось все вместе, они свернулись крупинками. Сейчас можно на более высоких оборотах просто пробить, миксером прям пройтись быстренько только, потому что... Либо попробовать сейчас, если прям сильно там все плохо, я просто не вижу, не могу сказать, либо попробовать сейчас поставить в теплую емкость, не в горячую воду, а прям в какую-нибудь теплую водичку, чашку с муссом. Конечно, не супер выход, но можно так сделать. Немножечко масса подплавится, желатин растопится, и можно еще раз быстро миксером объединить, тогда мусс будет более жидковатый, но в любом случае он застынет, потом стабилизируется, все будет хорошо. Нет, сливки в данном случае не получится перевзбить, они в любом случае взобьются. Здесь я полагаю так, что это, скорее всего, схватился желатин. Можно поставить, вот как я сказала, в теплую емкость с теплой водой. Сейчас немножечко подплавится масса, и еще раз пробить миксером, взбить. Сейчас мы начнем варить уже всю массу, я вам как раз расскажу о программе, потому что сейчас очень важно, чтобы вот слой мусса стабилизировался хорошо, потому что я буду работать с агар-агаром. Я сегодня обещала рассказать тем, кто есть, те, кто работать сейчас будет с желатином, кто не нашел агар-агар, напишите, пожалуйста, потому что рецепт рассчитан на агар, и просто так взять его и заменить не вариант. Сейчас просто пока будем делать, я вам параллельно буду рассказывать про наш первый поток, про наполнение нашей программы. И здесь нам нужно будет просто время дождаться, когда очень хорошо стабилизируется муссовый слой, потому что если наливать горячую начинку сверху, то мусс за подмороженный даже объединится с верхней начинкой, и в ней будут плавать, ну то есть во фруктовой начинке будут плавать кусочки мусса, то есть прям сливки будет видно, будет прям не очень. Хотя это все потом шоколадом, конечно, можно обыграть, но просто вас предупреждаю. Поэтому верхний слой должен быть максимально доведен до нужной температуры, чтобы он был охлажден, но не до конца. Агар-агар у нас схватывается при температуре 35-40 градусов, когда начинка будет стабилизироваться, остывать и дойдет до температуры 35-40 градусов, она начнет прям уже вот прям в такие куски схватываться, ее уже нельзя будет распределить. То есть если проглядели, отставили, у вас она сильно остыла, можно дополнительно подогреть. Если сильно горячий будет верх, и вы зальете его на мусс, то вот он может подплавиться, может она продавить мусс, поэтому примерно градусов 50 должна быть верхний слой. То есть это такого уровня начинка примерно теплая, и не горячая, и не холодная, потому что если холодная, вы увидите, что начнет уже застывать. Так, что вы сейчас нарезаете? Я нарезаю нектарины на вот такие вот маленькие квадратики, нарезаем 200 грамм нектаринов. Хотя количество вы тоже можете регулировать по-разному, по-своему, чем больше фрукта, тем будет у вас просто выше верхушка, чем меньше, тем, соответственно, будет больше жидкого слоя. Консистенция разная, нектарин мелко кубиками. Ага, так, дальше, что мы делаем? Сейчас мне нужны весы, чтобы взвесить. А где мои весы? А, вот они. Так, и дополнительно, сейчас я взвешу, посмотрю, а то я приготовила, но не взвесила. Ну, мне вот понравилось 200 грамм. В рецептах некоторых там тоже у нас будет. Дополнительно я вот помимо сникерса, просто очень многие просили, я оставила сникерс и тоже сделала его с классным, просто суперским новым шоколадным муссом. Абсолютно другим, не таким, как в эскимошках был. Поэтому те, кто проходил эскимо, welcome еще раз. Сейчас это будет совсем другая рецептура. Очень вкусно получается. Малина, ваниль тоже очень прикольный получился такой десерт. Там будет классный классический бисквит с малиной. Там будет ванильный мусс с ванильной пастой. Вот, что еще? Что еще? Ну, вот тропический вкус у нас будет так же. Мы его оставили, потому что многие заказывают очень часто десерты с манго, с кокосом. Поэтому я решила тоже оставить что-то такое немного заморское, но при этом достать эти ингредиенты несложно. Там будет кокосовый бисквит, там будет кокосовый манговый мусс, будет ананасовый верх. Ну, прям вообще будет очень вкусно. А еще дополнительно, учитывая то, что многие проголосовали за клубнику, я оставила клубнику в сочетании с бананом. Там будет потрясающая тоже бананово-карамельная верхушка. Вот как сейчас мы готовим с персиками, только там будет вообще другая технология и очень-очень вкусная. И, кстати, это, несмотря на простое сочетание, вот, видимо, поэтому и вот голосовали за то, что в основном заказывают такие простые десерты с простыми сочетаниями. И получился, мне кажется, самый прям космический такой вкус, он легкий, клубничный мусс там тоже будет определенный. Вот другой тоже, все разные. В сочетании с вот этим вот карамельно-банановым топпингом просто пушка. Ну и вот у меня ребенок оценил больше всего вишню и шоколад. Это будет еще один из десертов программы. То есть, ему будет 5 вкусов топовых. Там будет больше, чем вот сейчас прослоек. Там будет мусс вверх и еще шоколадный ганаш внутри. Это вообще просто что-то, что-то неземное. Что нужно делать после того, как нарезали нектарин? Ждать, пока я нарежу. Ожидайте. Так, я не поняла, там были писали, кто готовит не на агаре, а на желатине. Мам, не видела? Нет. Кто готовит на желатине? Мы сейчас будем работать с агар-агаром. В чате сегодня писали, что не удалось найти агар-агар. Там совершенно другая просто технология, и нужно будет понимать, как вас сориентировать. Сейчас вам необходимо взять, я спросила распределить сок. Сейчас понадобится 250 грамм апельсинового сока. Либо его готовьте самостоятельно, либо можно использовать готовый пакетированный сок. Я пошла путем наименьшего сопротивления. Я использую готовый сок. Жалко времени давить апельсины. Я их вчера резала дольше, чем саму рамку готовила. У меня еще 160 грамм. Мне еще надо чуть-чуть. Я не знаю, как вы так быстро нарубили. Вы заранее там приготовили что-либо? Быстрее меня. Я боюсь я пальцы отрезать. Просто. Понадобится 6 грамм фит-парада. Попробуйте на вкус. Возможно, вам покажется сладко, либо не сладко. Можете добавить, варьировать это количество. И 4 грамма агар-агара. Вот сейчас в апельсиновый сок можно добавить агар-агар и фит-парад. Когда у вас получится 200 грамм нектаринов, все вместе мы это смешиваем и ставим на плиту. Сейчас, мне еще 40 грамм осталось. Чтобы на агаре, а то на желатине. В основном на желатине. В основном на желатине. Эх, ну что вы, а? Мне сейчас за вас соображать, что же вам делать. Почему вы так любите пересматривать мои рецепты? Ну они же идеально высчитаны. Вымерены просто. Сейчас, у меня еще 12 грамм не хватает. Подождите. Сейчас расскажу. Те, кто готовит на агаре, смешиваем апельсиновый сок, агар-агар, фит-парад и нарезанный 200 грамм нектаринов. Все смешали в кастрюльке с толстым дном в идеале. Там сотейники, ковшики, как хотите, называйте. Будем сейчас это проваривать. Смотрите, агар-агар. Это у нас что? Это у нас возросли. Они работают, этот ингредиент работает отличным образом, способом от желатина. То есть мы по-другому с ним работаем. Желатин нужно залить водой. Агар-агар мы сразу же отправляем, можно сразу же отправить в емкость с начинкой. И работать он начинает при кипении в сотейнике от 2 минут. То есть минимум 2, а то и лучше 3 минутки проварить массу. Только тогда он начнет работать и впоследствии, когда остынет, стабилизируется. Именно кипящая масса должна быть. С желатином немножечко другая история. С желатином мы заливаем водой, как я уже говорила, ждем, пока он набухнет. Потом его растворяем и объединяем с массой. Сейчас я постараюсь, конечно, сообразить на ходу, что же вам сделать. Вот на эту массу мы оставляем количество сока столько же, если вы работаете с желатином. Фит-парадов столько же, нектаринов столько же, желатина я вам советую добавить примерно на эту массу где-то грамм 8, наверное. То есть сейчас вот общая масса сока у вас будет 250 грамм. Вы можете 8 грамм желатина залить примерно 50 граммами сока из вот этой массы общей и отставить в сторону до набухания. Дальше, когда он набухнет, вы его растопите на плите, дождетесь, пока все грамм руки растворятся, не кипятите. И потом всю вот эту массу с остатками сока, с нектаринами соедините. Получается такая прям вот жидкая масса. Остудите обязательно. Желатин не будет быстро так схватываться, как, допустим, масса с агар-агаром. Остудили. И потом уже распределяем холодненькую на хорошо подмороженном мусе. Потому что так как масса будет жидкая, он может тоже объединиться с муссом и попадут туда свистки, будет не очень. Вот. Вот так работаем с желатином. Надеюсь, понятно объяснила. С агаром мы сейчас все вместе вот так вот проварим здесь весь объем сока. Агар-агар, фитпараты, нектарины. Прокипеть это все должно будет 2 минуты. И отставим в сторону остывать. Очень важно дождаться температуры примерно 50 градусов. То есть мне обязательно пирометр использовать. Но там вы поймете, что она и не горячая, и еще не холодная. Вот. С агаром здесь, конечно же, проще. Сейчас я включаю. Дождусь, когда она закипит. И провариваю 2 минутки. А если меня кто-то не понял с желатином, как работать, задавайте вопросы. Я еще раз объясню. Давайте. Да, где-то в районе 8 грамм, 50 грамм сока из общей массы, из вот этих 250 грамм. Хотя можно, в принципе, отдельно водой залить желатин. Просто у вас будет потом чуть больше массы, чем изначально предполагалось по рецепту. Мне еще почему не нравится желатин на верхушках муссовых, нарезанных пирожных. Потому что он режется, он сильнее как-то так застывает. И если агар, он более такой, имея текстуру, такую, скажем, немного резиновую, что ли, его проще потом разрезать, то с желатином прям надо подольше дефростировать его. Если он у вас плохо сработал, может потечь. Поэтому, чтобы вот такого не было, с агаром он моментально схватывается. И десерт уже на этапе, пока он стоит рамка у вас на столе, он уже стабилизировался, и можно не переживать. С желатином, если где-то что-то пропустили, может быть такая история, что убрали в холодильник, он у вас, казалось бы, начал застывать, а застыл как вода, кристалликами. И потом просто потечет. Поэтому здесь нужно прям все моменты учесть. Не перекипятить его, нужно количество добавить, чтобы он у вас растворился хорошо. Вот это вот все учесть. Вот можно съесть. Да, это можно съесть. А что я варю без агар-агар? И мне никто не говорит. Ну, я еще даже не давала до кипения. Короче, здесь сок, нектарины, и вот сейчас агар-агар, и... Сейчас бы залила. Это ужас какой-то. Так, в Москване сразу строилась. Так, первый раз в жизни. Так, это первый раз кто с желатином. Ну, вот давайте попробуем, давайте. Можно даже, знаете, вот я просто переживаю, потому что, возможно, кто первый раз готовит, скорее всего, покупали желатин не в кондитерских магазинах, а где-нибудь в супермаркете. Неизвестно, что там внутри еще намешано в этой пачке. Возьмите прям, наверное, вот, не знаю, может, даже 10 грамм желатина, чтобы я была спокойной, и у вас все схватилось. 10 грамм. Залейте там в районе 50-60 грамм сока, либо водички, и отставьте. Он набухнет. Потом так же, как мы уже делали, растопите его на плите, чтобы он хорошо растворился. Не кипятите его. И объедините уже с нектаринчиками, с оставшимся соком. Все перемешайте. Сахар замените, либо сахар туда добавьте. Все. И остывшую массу, потому что от желатина, она тоже будет все равно теплая, уже распределяйте на десерте. Так, сейчас у меня тут закипает на моей бешеной плите. Она опасная очень. Так, что у меня не получится. Ну, угощу дочку. Так, а что там у кого не получится? Ну, что я пропустила? Так, все, у меня закипел, я прям засекаю. Вам засеки 2 минуты. А то я сейчас точно буду еще добавляю температуру, чтобы она сейчас будет так кипеть у меня. Масса будет очень горячей, поэтому нужно будет время, чтобы ее остудить. И дальше не забывайте, что я вам еще хочу показать, как его резать и извлекать. Поэтому вам придется досидеть до конца. И, скорее всего, у нас пойдет еще третий круг эфира. Я бы хотела вам показать просто, чтобы вы понимали, как извлекать его потом из формы. Поэтому подождите. Дождитесь этого момента. Ну, и плюс, конечно же, кодовое слово. Не забывайте всем, кто досидит до конца. Мы пришлем кодовое слово и классную техкарту с рецептом. Если вы сейчас не успеваете готовить, то приготовите потом. Вот. Таким образом, уже сегодня вы сможете понять, какая это вкуснятина, как готовить это быстро. И на самом деле здесь можно просто абсолютно разные варианты идей придумывать. Сочетание ингредиентов тоже. Я на курсе придумала такие, чтобы они были максимально ходовые, пользовались спросом. И, соответственно, варианты декора тоже вам показала. У меня еще забитая морозилка. У меня еще куча идей. Я думаю, что дополнительно я еще буду придумывать. Сейчас скоро у нас день воспитателя, да, по-моему, да? 27 сентября. Точно. Надо будет подарить коробочку. Мама-воспитатель просто. А потом у нас будет день матери, потом у нас Новый год. И, конечно же, самые-самые шустрые у нас готовят сани, конечно же, слепо. Две минуты. Две минуты? Ну все, здесь от двух минут. Главное, не меньше, чтобы смесь кипела. Если на агаре готовите, на желатине не кипятенет. Так, все, отставляю в сторону. И сейчас ждем, когда остынет. Здесь просто нужно будет подождать. Потому что в таком виде горячую мы не можем. Прослушала кодовое слово. Да не было еще кодового слова. Ну что? Такие тарапыги. Не было еще кодового слова. Кодовое слово будет в конце эфира. А вам еще придется меня потерпеть. Воду нужно добавлять. Так, куда? Давайте еще раз. Кто работает с агаром? Все сделали, как я сказала. 200 грамм фрукта, 6 грамм фит-парада, 250 апельсиновый сок и 4 агар-агара. Все, замешали и варим 2 минуты до кипения. Именно кипящую смесь. С желатином по-другому все это работает. Берите 10 грамм желатина. Ну, кто уже взял 8, окей. Кто взял 10, берите 10. Залейте из вот этого сока, который я использую, 250 грамм. В районе 50-60 грамм. Залейте им желатин и отставьте в сторону, чтобы он набух у вас. Когда он набухнет, так же, как мы сейчас с мусом делали, ставим на плиту, растапливаем до однородности и просто смешиваем уже с оставшимся соком, с нарезанными нектаринами. Варить ничего уже не надо, просто смешали. И с подсластителем, либо с сахаром. Все смешиваем и тоже проверяем, чтобы масса была не сильно... Ну, с желатином она кипяток не будет, потому что мы ее до кипения не доводим. Возможно, там сразу же прям распределите, она будет пожиже. С агар-агаром вот она уже загустела, пока варилась, но не сильно. То есть все равно она еще стекает, но уже, знаете, такая, как сопельки. Прошу прощения за сравнение. День тренера 30 октября. О, точно. Вот. А, там, получается, октябрь еще. Да, октябрь еще. Ну, на самом деле, если посмотреть календарь, у меня мама знает, там, день улыбки, день розового цвета, день шоколада, день зеленых глаз, лишь бы повод был. Вот. Можно поздравлять. В конце будет сертификат. В конце, так, есть у нас сертификат по прохождению курса, конечно же, сертификат будет. Есть сертификат, который мы даем, такая у нас есть плюшечка небольшая, для настроения, назову это так. Иногда интересно, для чего нужен сертификат после мастер-класса. Ну, девчонкам нравится, поэтому после мастер-класса вы тоже, кстати, можете получить сертификат, если успеете приготовить. Не знаю, в течение скольких дней, у нас Юля подскажет потом в чате, сколько дней она вам даст на приготовление и фотку этого десерта. Вот. Можно после мастер-класса тоже получить сертификат о его прохождении. Ну, также и после курса, естественно. Курс уже куплен. Ура, ура! Есть еще кто купил курсы? Ну-ка, признавайтесь, кто сейчас в эфире готовит. Так, вот Юля уже пишет прекрасно. Я тут не одна. Так, я все пытаюсь остудить свои нектаринчики. Так, что еще вам хотела рассказать? Так. А, да, и такой важный момент по поводу оплаты из-за границы. Потому что знаю, что есть девчонки из разных стран, тоже бывают проблемы с оплатами. У нас эти вопросы тоже решаются в индивидуальном порядке. Бот пришлет, наш Бот пришлет ссылочку на отдельно нашу службу за Ботой. И вы уже в индивидуальном порядке пообщаетесь и узнаете, как оплатить курс из-за границы. Я купила. Весов нет, курс куплен. Это что, главный курс? Я вас ждала. Я купила. И, блин, девочки, такие молодцы, так приятно. Я очень рада, что очень многие из курса в курс идут, доверяют. И я с каждым разом хочу на каждом мастер-классе все больше и больше интересных каких-то вам давать новых идей, чтобы вы уже на мастер-классе понимали, как это все изи, вкусно, как просто. И, конечно же, уже для расширения навыков уже шли на курс, где есть поддержка всегда. В основном 24 на 7. У нас сейчас кипит работа в чатах по курсу декора, чизкейков. И поддержка всегда есть. Поэтому, конечно же, курс – это отдельная история. Я считаю, что начинать надо всегда не самостоятельно, чтобы не тратить время, чтобы не тратить ингредиенты, не отрабатывать рецепты для мусорки, а чтобы уже идти и по готовой, в нашем случае, красочной, аппетитной техкарте готовить отработанные рецепты и просто не париться, что у вас что-то не получится. А если где-то и возникают сложности, то, конечно же, обратиться за поддержкой уже в рабочий чат. Так, вот смотрите, он пружинит. Если вы работаете, вот мы дотрагиваемся пальчиком, он пружинит и достаточно уже такой плотный, то есть не проваливается. И сейчас лучше использовать, если работаете вообще, даже если с желатином, с агаром, без разницы, лучше работать такой небольшой, какой-нибудь поварежечкой, либо ложкой. ну вот это вот прям очень удобно у меня от мультиварки штука, она как бы не сильно большая и не маленькая, масса становится вот на агаре примерно вот такая. То есть она жидкая, но она вот прям уже как, знаете, как сироп вот так вот стекает. И сейчас очень важно прям так с одной стороны и быстро, но с другой стороны аккуратно распределить ее на этой поверхности. Если бухнете сразу, может провалиться. Если будете сильно медлить, агар-агар уже на холодном усе, холодные стенки формы будет схватываться и может лечь неровно. Поэтому прям осторожненько берем и прям вот так вот распределяем. Распределили такими штучками. Вам там видно, как я показываю или нет в эфире вообще? Сейчас еще пока у меня с опозданием идет. С опозданием? А, у тебя с опозданием. И распределяем прям. Он начнет уже, если агар, начнет очень быстро схватываться. Желатин, возможно, он, конечно же, растечется и где-то даже смешается с муссом. Поэтому желатин прям подержите немножечко на столе. Пусть он постоит лучше, чтобы вот прям сильно он не продавил начинку. А агар, вот он уже у меня схватывается. То есть распределили быстренько и с помощью лопатки вот так вот по сторонам распределили еще и саму начинку, чтобы все ягодки, весь фрукт, точнее, по стеночкам тоже у вас объединился, распределился во все дырочки и проник до уголков прям, чтобы достал. Все, и он молниеносно начинает схватываться, потому что поверхность рамки, она холодная. Сейчас как кодовое слово, кто-то в ночь убегает. В ночь кто-то убегает. Но тем, кто не успевает, давайте кодовое слово. У нас в этот раз цитрус. Пишите, пожалуйста, правильно через букву И, а то бот вас не поймет. Слово цитрус кодовое, по нему вы получите техкарту. Все распределили, все легло ровненько, ничего нигде у меня не объединилось с муссом, температура получилась достаточной. Сейчас я вам даже покажу. Сейчас начнет молниеносно схватываться, вот он уже густой, прям если посмотреть, все, на стенках уже он даже застыл. Сейчас еще немножечко постоит, уберете в холодильник, он сразу же, прям в морозилку, сразу же застывает. Стабилизируем в морозильной камере, не в холодильнике, в морозилке. Вот сейчас у кого там ночь, день, не знаю, поэтому либо в ночь убираем, в районе 7 часов, пусть форма постоит, он должен хорошо, хорошо заморозиться. Но есть определенные нюансы, как его извлекать. Кстати, по поводу глазировки. Долго думала, в чем же глазировать пирожные. Искала, даже в сторис показывала, какие искала контейнеры. Это могут быть просто одноразовые контейнеры. Вот из Ашана я купила, вот такая емкость. То есть они должны быть примерно длиной, как пирожное, чуть-чуть подлиннее. То есть если режем на 9 сантиметров в длину, соответственно, примерно сантиметров 10 должна быть у них длина. И ширина, ну, сама пироженка будет 3,5 сантиметра. Здесь можно в районе скольки? Сейчас я скажу. 9. А, здесь у меня 13, да. 9 на 13. То есть одноразовые, они глубокие, необязательно их наполнять полностью шоколадом. Можно до половины, чтобы удобнее было погружать пирожные. Ну и взяла вот такой он поуже, ну, подороже уже, рублей 50 он стоит. Эти выходит там, набор из нескольких штук был в районе 50 рублей. Так, что мы делаем? Мы имеем замороженную рамку с нектариновым пирожным. Убираем фольгу. Я вам сейчас покажу, как это дело все происходит. Убираем силиконизированный пергамент. Вот те, кто готовили без пергамента, возможно, на этапе снятия все будет нормально, потому что подморожен он. Но вот когда я несколько раз пекла бисквиты и сразу же их после духовки, там даже остужаешь, фольга прилипает. Все зависит от качества фольги. Здесь просто снимаем пергамент. Все хорошо снимается, ничего не прилипает. И сейчас задача извлечь дубовое пирожное отсюда. То есть, как это делаю я? Может быть, конечно, у вас будут какие-то другие способы, я не знаю. Куда писать кодовое слово? Кодовое слово мы пишем в наш бот. Бот у вас должен быть, он вас приглашал на эфир. Сейчас Юлечка вам подскажет. Так, смотрите, у нас изначально бисквит прилипший, то есть, когда мы его приготовили, он прилип. Сейчас его просто так извлечь отсюда нельзя, потому что он весь порвется, разорвется. Таким образом, переворачиваем рамку, берем какой-нибудь небольшой ножик и необходимо вот прям по краю бисквита, так видно, да, как я это делаю, прям вот прикладываем, придерживаем рукой и прям прижимая нож к рамке, углубляем его примерно на 1 см, то есть, это высота бисквита, и вот так, такими движениями осторожненько вот так проходимся, как бы отделяем, отрезаем его от рамки. Не обязательно проваливаться полностью до глубины мусса, главное отделить бисквит, потому что он прилипший, мусс отойдет проще. Вот так вот прошлись по краям, по всем четырем сторонам проходимся, затем переворачиваем рамку, если чувствуете, что сверху тоже он сильно-сильно там приморожен, то можно с обратной стороны сделать то же самое, по верхушке пройтись, прям буквально чуть-чуть, но мусс на самом деле от металлических рамок легко отделяется, просто надо небольшое усилие приложить. Из-за комментариев не очень видно, а, из-за комментариев, сейчас, ну я сейчас вам покажу еще раз, сейчас я пройдусь и покажу. То есть, смотрите, вот он у вас, допустим, в перевернутом виде, и вот так прижимаем, ну когда он в лежачем положении, в горизонтальном, прижимаем нож и прям вот так проходимся, как бы немножечко пропиливаем, отделяем его от рамки, то есть примерно на один сантиметр это высота бисквита. Дальше можно что сделать? Либо пройтись так же вот по сторонам, прям не глубоко, а просто вот буквально немного, да, вот так вот по краям пройтись. Вот на агаре с этой историей гораздо проще, с желатином будет сложнее, там больше кристалликов будет, но тоже все возможно. Здесь просто нужно помочь ему немножечко отделиться. Дальше очень удобно, несмотря на то, что рамки они плотные очень, можно ее слегка растянуть. Тоже мой такой собственный лайфхак, прям буквально немного вот так вот в разные стороны с одной стороны развернули и с другой стороны растягиваем, пирожное замороженное, здесь уже у нас отделено оно снизу, сверху и просто вот дальше приподнимаем и надавливаем снизу на бисквит осторожно, одинаково с разных сторон, то есть слегка с одной стороны повернули рамочку с другой стороны, вот так как я делаю, здесь всем видно и понятно, что я вообще-то делаю. Все, у меня оно уже отходит. И дальше смотрите, чтобы оно у вас на пол просто не упало, аккуратненько извлекаем. Так, что у нас тут? Вот видите, показалась голова. Вот так вот подтягиваем рамку, тоже осторожненько, с разных сторон, ничего не видно, поэтому может быть мне же где-то что-то качное оторвется, надо аккуратненько. И дальше, чтобы не запускаться, перекладываем вот так и выбираем рамку, все. Мам, подай побольше доску, пожалуйста. Все, получается вот такая вот штучка получилась. Классно, да, смотрите, какой прикольный. маковый бисквит, апельсиновая облакусечка и нектариновая верхушечка. Пожалуйста, девочки, очень рада, что вы пришли. Сейчас я вам дальше расскажу, кому интересно, можете послушать, кому не интересно, можете, конечно, уже на курсе послушать. Дальше нам необходимо его ровно нарезать, то есть уже в таком виде можно его резать, пока оно замороженное. Если у вас супер глазомеры, вы понимаете, что вы четко все чики-пуки сейчас сделаете, то режьте на глаз. Но я уже рассказывала по поводу на глаз, поэтому лучше взять линеечку, сантиметрик, не знаю, что-нибудь, берем и учитывая то, что рамка 18 на 18, я его размечиваю, размечаю, ну, не важно, размечаю, воспитатель подсказывает. На 5 полосок шириной 3,5 сантиметра можно сделать прямо вот надсечки, то есть взяли и, к примеру, отметили вот здесь вот с краю, так, надеюсь, видно, да? То есть вот так вот прям поставили линеечку и ножиком вот прям со стороны сбоку можно проставить, мам, почему ли руки трясутся? Не знаю. 3,5, потом 3,5, потом еще 3,5 и еще 3,5. Вот так распределили, у вас надсечки будут видны вообще потом в процессе нарезания. С обратной стороны то же самое сделали, чтобы ножик ровно установить. Если вы режете обычным ножом, все это, конечно, возможно, реально, но, скажу так, несколько раз я прорезала себе палец обычным ножом, поэтому можно, ну, немножечко, конечно, повредить себе конечности, чтобы такого не было. Смотрите, если вы просто берете обычный нож, даже для сравнения вот какой-нибудь у него, ну, это должен быть либо супер какой-нибудь прям, вот прям длинный нож, самое главное, чтобы он, вся его рабочая поверхность покрывала весь бисквит, ой, весь все пирожное. То есть сейчас вот здесь он у меня на конце расширяется, он толще и в принципе изначально он с края, вот где носик у него, он тонкий, а здесь он толще. В связи с этим, когда вы будете погружать его в пирожное, у вас изначально получится все неровное и будет отрываться прям бисквит, особенно вот эта вот часть, вы не сможете его вот так ровненько погрузить, потому что даже как минимум вот эта вот часть, сантиметра два с половиной, она уже не острая, то есть вы не нарежете, вы начнете вот так вот его пропиливать, все это реально, вы, конечно, нарежете, но будет все косо-криво, поэтому я, помучившись, заказала все-таки вот этот вот кинжал, он стоит всего 900 рублей, я хотела заказать в профмагазинах, мне предлагали за 6 тысяч, за 10 тысяч, пока не посоветовали кондитеры, кто уже работает давно с нарезными, вот такой кинжал на Вайлдберрисе, 900 рублей, удобно, самое главное, смотрите, в какой рамке вы будете работать, если рамка у вас, как у меня, 18 сантиметров, то, соответственно, рабочая, именно режущая поверхность должна быть у него не менее, ну, 18, там, плюс-минус, там, полсантиметра ширины, то есть здесь тоже такая история, что если вот тут казалось бы, он такой вот большой, да, длинный, здесь он сколько по длине, по факту он 29 сантиметров, но рабочая поверхность у него, мы вот эти вот не считаем стороны, потому что вот они уже здесь не пройдут сквозь пирожное, но этого достаточно, то есть ссылочку мы отправляли и еще отправлю дополнительно, примерно 24 сантиметра достаточно для этой рамки, дальше, что мы делаем, мне кажется, что не видно, что я делаю, все посмотрели, что я делаю, что-то такое поставить, не знаю, видно, не видно, если я сейчас буду вам показывать, короче, берем вот так ровненько нож, вот эти надсечки, которые вы делали с обеих сторон, ставим с одной и с другой стороны ножик и держим его ровно, он должен пройти полностью ровненько, без наклонов, самое сложное будет пройти через верхний слой, потому что он более такой капризный в плане застывания, он прям может где-то еще кристалликами быть, аккуратненько, можно его слегка подпилить, ну и то он уже хорошо идет, а дальше прям ровно погружаем его в сам, в сам, в сам, в сам, короче, в рамку, и все, и получается все чики-пуки, сейчас покажу вам, что получилось, подождите, сейчас я разверну и покажу, чтобы было понятно, подниму, то есть смотрите, максимально ровно нарезанный слой, то есть, ну, что-то у меня вот здесь больше начинки, ну, ладно, это не страшно, не принципы, а, да, сам факт того, что ровный бисквит, видно маковую прослойку, кто собирался заменять мак, пожалеете, если замените, потому что сочетание очень круто получается, муссовый слой и, соответственно, верхушка, все очень ровненько, и вы не убираете, вот так вот нарезаете все пять полосочек, и прям вот как они у вас нарезаны, стоят, так и оставляете их, чтобы потом разрезать еще пополам, каждый раз нож протираем, потому что он должен быть чистый, он должен чисто проходить через всю поверхность, особенно сверху, чтобы не оставалось никаких кусочков мусса, все погрузили нож, нарезали, оно уже начинает слегка подталивать, пока стоит, здесь могут быть крошки, потому что все равно доходит до бисквита, разрезает бисквит, нож, и могут оставаться крошки, дальше режем, режем все, как выше я вам уже сказала, просто погружаем его резко сверху, прошлись немножечко такими углубительными движениями, слова, конечно, я подбираю, капец, ну, чтобы было понятно, а дальше прям резко поставили нож, все, и он у вас полностью нарезал, все очень ровненько, дальше мы просто разворачиваем доску, и уже так же делаем натечки с двух сторон, пирожники, и полосочки стоят ровненько у вас, и делаем натечки, в случае с рамкой 18 сантиметров по 9 сантиметров, делаем отметочки, тоже с помощью ножа можно это сделать из обеих сторон, прям, что у меня руки-то трясутся, а? Я не пила, делаем, и так же сделали натечки, то есть вот такие получились полоски, смотрите, все ровненькие, красивенькие, идеальненькие, и так же ставим нож там, где одна надсечка, там, где другая, все, они все ровно стоят, и точно так же аккуратненько, такими небольшими движениями, легкими, вот знаете, даже как, вот слегка туда-сюда, туда-сюда, вот так вот, и потом дальше уже можно резко вниз погрузить его, вот так он гладко, ровно пройдет, и разрежет вам все четенько, красивенько, и у вас получится готовые, готовые 10 пирожных из рамки одного вкуса, понятно, что в одну коробочку одного вкуса, скорее всего, будет много, поэтому это уникальная возможность их потом в дальнейшем заморозить и использовать при необходимости, это очень-очень удобно, сейчас, чтобы вам показать, не знаю, как норовительно будет, короче говоря, вот ровные слои, абсолютно, с таким ножом работать удобнее, с обычным, у вас, скорее всего, так не получится, но только если у вас там какой-нибудь ссак есть для мяса, я не знаю, чтобы там рубануть, так рубануть, чтобы оно все ровно шло, но мне не нравятся вот эти ножи, потому что у них разная толщина от носика до основания, поэтому здесь все, конечно, в этом плане четко, ровно, и получается очень классно, вот, далее, если вы используете их сразу же, выбираете в морозилку, все равно, пока вы готовите глазурь, то есть в данном случае мы с вами будем подробнее обсуждать на курсе уже варианты глазировки, велюры и так далее, сделать как из них премиальные десерты, сегодняшняя моя цель была передать вам то, насколько проста сама технология приготовления мусса, насколько это вкусно, несложно, я бы даже сказала, бюджетно, декорировать, их можно так оставить, можно декорировать, сверху отсадить крем, положить ягодки, в общем, все что угодно, но, конечно же, более премиально, более вкусно, дорого и эстетично это будет смотреться в одном определенном стиле, так как я уже показывала в инстаграме, у меня еще куча идей, обязательно их буду использовать и вам показывать, и если вы оставляете так, все, можно убрать их просто в холодильник, дефростироваться, то есть размораживаться, они будут в районе, ну, примерно часа, час-полтора, сколько этот загорожен был? Сутки? Ну, я на ночь поставила, сколько, нет, не сутки, сколько, а, ну, подожди, я вчера, ну, сутки стоял, да, при этом вот сейчас достали из морозилки и оно достаточно такое, ну, как сказать, я бы не сказала, что мягкое, нет, оно плотненькое, но при этом постепенно начнет сейчас размораживаться, вот, либо убираете в холодильник, сразу же есть его, ну, оно будет прям как мороженое, очень жесткое сейчас, только погрызть, в холодильнике разморозится быстро, можно есть вот таким образом, если работаем с шоколадом, с велюром и так далее, оно должно быть прям замороженное, то есть пока вы режете, делаете разметку, все равно это все занимает время, оно начинает уже подтаивать, появляется уже где-то влага, с шоколадом это недопустимо при работе, соответственно, убираем все в морозилку, вот прям на доске, и дальше, когда переходим к этапу глазировки, прям по очереди достаем, и я уже буду на курсе рассказывать, как мы, как вообще это все удобно, красиво и быстро сделать, без всяких моментов, что где-то что-то не получится, чтобы прям этого всего избежать, вот, мне прям очень нравится, и кстати, вот этот вот вкус, прям оценили все, мама говорит, вообще бомба, пушка, ракета, без побудны, мне тоже очень понравился этот вкус, и сочетание просто, да, сочетание реально прикольное, спрашивали зимой, как это все, где заменить, найти, ну блин, продаются консервированные персики, абрикосы, все можно найти, в заморозке у нас уже так все продается, либо как вариант, делать просто другой фрукт, вот, и так, все, что я хотела вам сегодня показать, я показала, напоминаю для тех, кто пропустил, кодовое слово, чтобы получить нашу красочную, красивую техкарту, КБЖУ, кстати, спрашивали, ну давайте уже в техкарте посмотрите, чтобы я сейчас вас не грузила этими цифрами, чтобы получить техкарту сейчас в наш бот, не в чат, а в бот, отправляете кодовое слово Цитрус с буквой и пожалуйста, с С на конце, а то бот скажет, я вас не понимаю, получите классную техкарту, кто не успел доготовить, доготовите сразу же сегодня, кто вообще не успел сегодня с нами готовить, потом отдельно приготовите, посмотрите, как все это вкусно и просто, еще и красиво, завтра я буду ждать все ваши работы, и для тех, кто идет на курс, я очень вас всех жду, будет огромное разнообразие десертов, вариантов декора, для первых 50, уже не первых, еще раз повторюсь, потому что мы просто добавили дополнительно бонусы, мы дарим еще дополнительный рецепт нарезанных пирожных тирамису, то есть у вас уже будет ассортимент 5 в курсе, одно здесь, и еще одно нарезное, оно правда не под заморозку идет, но тоже прикольное для ассортимента, и бонус по визуалу, то есть то, о чем я сегодня вам хотела донести, что что я хотела вам сегодня донести, что сейчас визуал решает, вот прям очень-очень много, это прям вот, не знаю, в процентном соотношении, если оценить, сколько занимает успеха именно визуал, работа с визуалом, не знаю, мне кажется, процентов 70 точно, поэтому, если какие-то сейчас вопросики у вас останутся, то, пожалуйста, пишите их в наш чат мастер-классов в Телеграме, там можно сейчас навести шороху и пообщаться, и вообще я жду именно в этом чате от вас ваши фоточки завтра, надеюсь, у всех все получится, очень благодарю вас за то, что пришли, вытерпели меня целых 2,5 часа практически, сейчас те, кто не успел посмотреть, досмотрят уже после сохранения, ну и все, мама, покажись, мама мне с вами помогала, привет, и уличка, все, спасибо вам большое, всех люблю, целую,